ЛИШНЯЯ ЛЮБОВЬ «У вас ужасный вкус», — ответил он после долгого молчания. Мое беглое упоминание об одной его гадкой фразе ввергло его в эту глубокую задумчивость. Она была обращена ко мне давным-давно. Теперь я была умиротворена этим поздним покаянием. Что же другое мог обозначить его ответ, как непризнание не столько моего дурного вкуса, сколько его ужасного характера? А глянемся далеко назад. Шел последний год войны. Он вернулся в Москву, откуда уходил в 1941 году в ополчение. Из ополчения попал в госпиталь. После госпиталя был эвакуирован в Среднюю Азию и вот пришел домой. Комната его была заморожена, дров не было, чай вскипятить не на чем. Я приютил его у себя. После смерти моего отца в нашей обжитой и кое-как нагретой квартире нашелся угол для моего старого приятеля. Каждый день он отправлялся на другой конец Москвы, обозревал свою пустую комнату, брал с книжной полки одну, только одну книгу, ходил с ней по делам и очерезям, читая на ходу. Вечером читал ту же книгу, ни за что не давая ее мне в руки. Но однажды вошел в мою комнату, раскрыл заветный томик и прочел. Я должен был не только наказать, но наказать безнаказанно. Зло не отомщено, если возмездие простирается и на мстителя. Равным образом оно отомщено, если мститель не дает почувствовать тому, кто сделал зло, что мстит именно он. С отменным мастерством он прочел вслух всю новеллу Эдгара По «Бочка Амунтельядо». В современных переводах на русской заглаве звучит как «бочонок Амунтельядо», но до войны, конечно, мы читали Эдгара По в переводе Бальмонта. Вспомним ее сюжет. Герой встречает на карнавале своего врага, одетого шутом, плотно облегавший его костюм, частью полосатый и конический колпак с бубенчиками на голове. Мститель заманивает его в подземелье и коварным способом замуровывает в пропитанную селитрой нишу. Адская процедура сопровождается садистскими методическими разъяснениями каждого жеста, приближающего врага к смерти. Реплики, просьбы, жалкий смех и стоны жертвы протекают под звон бубенцов на его колпаке. Мне казалось, что моя комната уже вся пронизана этим звуком. Тонко чувствуя оттенки каждого слова, мой собеседник повторил еще раз «И бубенчики его зазвенели». Обдал меня пламенным взглядом и произнес «Я его ненавижу, люто». Тут палился нескончаемый рассказ о взаимной вражде старшего и младшего мастера, длившейся уже пятнадцать лет, всегда находившей новые поводы, чтобы разгореться на самых разных путях, иногда таких, о которых и рассказывать было неудобно. Тогда он говорил «Ну, вы понимаете». И я понимала, потому что по давнишнему наблюдению Осипа Эмильевича отличалось ужасающим пониманием. Мандельштаб, как известно, отвергал всеядность. Были дни, когда, несмотря на уютное тепло печки, между нами рождалось отчуждение. В один из таких вечеров, холодно, глядя на меня, он и сказал те слова «Вы стали похожи на свою тетю, которую я никогда не видел». За это его надо было выгнать, но он сам ушел из моего дома, тихо прикрыв за собой дверь. Оставшись одна, я выдвинула ящик письменного стола, он был пуст. Когда же он успел вынуть оттуда свою рукопись? Она лежала там под моим благословением с тех пор, как ее вернуло издательство. Просвещенные редакторы передавали ее от стола к столу, увлеченно читали, а потом отказались печатать. Слишком хороша? Вероятно. В довоенное время у нас еще были отдельные писатели, которые брались за исторические темы не раньше, чем производили самостоятельные научные исследования, работали по целине, вырабатывали собственную концепцию и только тогда садились к столу, как прозайки, ставя перед собой чисто литературные задачи. У моего друга такие книги были боковыми по отношению к основной теме, которой была посвящена вся его жизнь. Но он всегда в таких проходных книгах выбирал какого-нибудь оригинального, необязательно гениального героя и погружался в разные эпохи и страны. В данном случае это был, кажется, Ближний Восток и приключение какого-то ученого-авантюриста, может быть, шпиона. Несколько таких биографических книг у него вышло из печати, но эта почему-то не была принята. Мало ли найдется причин у издательства, чтобы отвергнуть хорошую книгу, а потом рукопись, в которую вложено столько умений, находок, воли и таланта, валяется в домашних столах, как лишний балласт, перекашивая весь ход жизни автора. В отравленном воздухе расцветают странные вкусы и ужасные характеры. Война не давала долго задуматься над личными отношениями. Я примирилась с отсутствием друга, даже, по правде сказать, отдыхала от его причуд. Неожиданно в телефоне я услышала его голос. Он окликнул меня, как ни в чем не бывало, и возбужденно сообщил, «Я только что видел Леву». Что это значило? Или ему показалось? Такой случай уже был. Один литератор, попав на фронт после ссылки, писал, что во время наступления перед его глазами промелькнул ангел в обличии Левы Гумилева. Между тем, Лева все время войны был в начале. Между тем, Николай Иванович после этого дня как-то незаметно снова укрепился в моем доме. Мы привыкли друг к другу. Бурные события за окном, идем к Берлину, и ни на что не похожий быт внутри квартиры создавали особый уют в просторечии, называемой дружбой. Иногда я дежурила ночью в музее. Как-то вернувшись домой, нашла на столе записку. «Эмма, книгу кончил, но почему-то она мне напоминает почти мертвеца, настроение убийственное, не сплю, балава галит» и прочее. Ночью кто-то меня окликнул. «Как поживаете, ваше одиночество?» «Ах, Эмма, вчера в вашей комнате между постелью и шкафом потерял зеленый камень от запонки, грустил чрезмерно. Чтобы доказать самому себе, что я живу во времени, проявил упорство и вдохнул жизнь в часы, а не бормочут со вчерашнего утра. Остальное устно. Найдите зеленый камень, когда будете мести». Вот какого рода записочки я находил у себя в комнате в последней неделе войны. Мы много времени проводили вместе. Однажды пришел почтальон, принес письмо. Николай Иванович ахнул, вскричал «Лева меня не любит». Письмо было от Гумилева, но адресовано не ему. Один литератор, попав на фронт после ссылки, писал, что во время наступления перед его глазами промелькнул ангел в обличии Лева Гумилева. Между тем, Лева все время войны был вначале в лагере в Норильске, а потом в качестве вольнонаемного работал на Норильском же комбинате. Оттуда никого не выпускали до конца войны. Не далее, как в сентябре я получил от него письмо, направленное с последней навигации из Труханска. Он писал, «Дорогая Эмма, я был очень рад получить ваше письмо. Приятно было узнать, что я не забыт старым другом, несмотря на долгую разлуку. Приятно также было узнать, что вам повезло в научной работе. Это, безусловно, благороднейшее дело в мире, и из всех моих лишений тихчайшим была оторванность от науки и научной академической жизни. Я сейчас завидую всем живущим на Западе от Волги. Сибирь надоела. Моя жизнь течет по Джеку Лондону, лыжи, палатка, лодки, снег, вода, комары и так далее. Вы спрашиваете о друзьях и близкой женщине. Мужчин со мной двое рабочих, а женщин за год видел трех. Зайчиху, попавшую в петлю, случайно забредшую к палатке олениху и убитую палкой белку. Нет так же книг и вообще ничего хорошего. Мама, видимо, здорова. Я из телеграммы Надежды Яковлевны узнал, что она вернулась в Ленинград, но мне она не пишет, не телеграфирует. Печально. За все мои тяжелые годы я не бросал научных и литературных занятий, но теперь кажется, что все бестолку. Больше ничего нет и не было в моей тусклой жизни. Трудно писать письма. Насколько легче было бы поговорить, целуя при этом ваши пальцы. Искренне ваш, Эл. Письмо, как видно из текста, ответное. Я написала ему в мае 1944-го, когда Анна Андреевна приехала из Ташкента в Москву. Она привезла мне рукописи Мандельштама, сказав, это передает вам Надя и показывала последние фотографии Левы. В полосатой тельняшке, волосы коротко острижены, угрюмый взгляд красивых серых глаз. Мне захотелось его известить, что я существую невредимо, несмотря на бомбежки Москвы и невзгоды военной и толовой жизни, но Анна Андреевна не дала мне точного адреса сына. Тогда я совершила недостойный поступок. Как только она вышла зачем-то из моей комнаты, я открыла ее сумочку, где она хранила заветные письма, всегда носила с собой, и списала адрес, вернее, номер почтового ящика. Именно этот длинный номер Анна Андреевна два раза произнесла неразборчивой скороговоркой. Отослав письмо, я забыла о нем, потому что ответа не было. Треугольник, появившийся в щели моей двери, поразил меня неожиданностью, а само письмо показалось голосом с того света. Это было уже в сентябре, а в декабре Лева оказался в Москве. Я ничего не могла понять. Но тут явился Николай Иванович Харджиев, и все объяснилось. Однако его достоверный рассказ не помешал мне на следующий день услышать в литературном музее сенсационные рассказы о проезде сына Ахматовой через Москву на фронт. Он, мол, едет добровольцем, но добился этого, только вскрыв себе вены. Хотя трудно было представить себе, как можно тащиться в теплушке из Сибири до Москвы со вскрытыми венами, но, как ни странно, эти рассказы были не так далеки от истины. Впоследствии, уже после войны, я слышала от самого Лева подробности этого эпизода. Он действительно рвался на фронт, несколько раз подавал заявление безуспешно, наконец явился к коменданту, держа на запястье бритву и пригрозил, вот я сейчас вскрою себе вены, своей кровью твою морду выможу, а тебя будут черти жарить на сковороде. Тот боялся страшного суда. Вот так меня и отпустили. В современной Ахматовиане есть еще одно описание этого события, но в нем использованы уже избитые детали военной и тюремной литературы, поэтому его нельзя считать достоверным свидетельством. Пишет Зоя Борисовна Томашевская, дочь известных литературоведов Бориса Викторовича Томашевского и Ирины Николаевны Медведевой Томашевской. Никогда не забуду, как он, Харджиев, зимой 1943 года примчался к нам ночью на Гоголевский бульвар, требуя теплые вещи для Льва Николаевича Гумилева, которого везли из лагеря на фронт. Брошенный из окна теплушки треугольничек письма чудом дошел до Харджиева. Нужны были теплые вещи, но Николай Иванович их никогда не имел. Он вообще ничего никогда не имел, ходил даже без шапки. И вот кинулся их собирать, потом искать на запасных путях полутюремную теплушку и нашел. Сравним этот рассказ с воспоминаниями самого Харджиева, а не напечатанной виде комментария к письму, полученному им от Льва Николаевича Гумилева уже из армии. «Большой мой привет, Ирина Николаевна», писал Лева. «Благодаря вам и ей я доехал до места относительно сытым». По-видимому, люди, следовавшие в воинском эшелоне на фронт, нуждались не в теплых вещах, а в деньгах, чтобы прикупать еду к скудным казенным харчам. Это стало ясно с самого начала встречи на железнодорожной платформе. Хотя первой фразы Гумилева Харджиев и не воспроизвел в своей мемуарной заметке, но я ее хорошо помню, потому что, приехав ко мне прямо с вокзала, он рассказывал по горячим следам. «Николай Иванович, денег!» воскликнул Лева. Так можно обращаться только к близкому человеку, каковым Николай Иванович и был в доме Ахматова и Пунина. Нашел он Леву, разумеется, не по письму, брошенному из окна вагона наугад. Письма бросает только осужденные, которых везут по этапу в лагерь. Лев же имел возможность позвонить на московском вокзале по телефону автомату. Ему удалось разыскать Шкловского и Ардова. Они тотчас приехали к поезду. Лева просил Шкловского известить о его приезде Харджиева. Николай Иванович получил записку от Шкловского в писательской столовой и немедленно поехал на Киевский вокзал. К нему присоединилась, обедавшая с ним за одним столом, Зоина мать, друг Ахматовой. Харджиев вспоминает. «Это было зимой 1944 года. С большим трудом нам удалось добраться до пятого пути. Выход на пятый путь охраняли часовые. Я объяснил им, что нас привело в запретную зону, и они участливо разрешили нам пройти вдоль глухих беззаконных вагонов». Часовой выкрикивал «Гумилев!» И у каждого вагона отвечали «Такого нет!». И, наконец, из дальнего вагона выскочил солдат, в котором мы с радостью узнали Леву Гумилева. Можно было подумать, что он отправляется не на фронт, а на симпозиум. Слушая этого одержимого наукой человека, я почувствовал уверенность в том, что он вернется с войны живым и невредимым. В этом последнем утверждении ранние впечатления Хаджиева сдвинулись с поздними. И он и Томашевская, напротив, вынесли самое мрачное впечатление от встречи с Левой. Им казалось, что он едет в поезде для штрафных, и ожидали для него всего самого худшего. У Хаджиева было при себе 60 рублей, тотчас врученных им Леве. А Ирина Николаевна быстро сориентировалась в обстановке. Она отошла куда-то за угол и продала первые встречные хлебные карточки всей семьи Томашевских на целую декаду, успела отдать деньги Леве, поцеловала и благословила его. С этого дня в моей душе поселилась тревога. Я решила повидаться со всеми, кто видел Лева в тот день. Мой приход к Томашевским на Гоголевский бульвар показался им чрезвычайно эксцентричным. Напротив, Ардов, которого я встретила в метро, самым будничным тоном обманывал меня, говоря, что Лева едет в Иран, где будет переводчиком. Еще более удивил меня тон Ирины Николаевны. Она повторяла «Поприщен, поприщен». На мысль о Гоголевском сумасшедшем ее навел Левин рассказ о сделанном им открытии. По своему значению, он приравнивал его к теории Маркса. По-видимому, он спешил рассказать о своей пассионарной теории, впоследствии так обстоятельно им развитой. Но о чем совсем неодобрительно отозвалась Ирина Николаевна, так это об одном ироническом выражении Левы. «Подальше от богоносца», заметил он, уводя Томашевскую и Харджиева в тихое место на платформе. Ирина Николаевна была шокирована. Она вздумала учить Гумилева любви к русскому народу. Прошло два месяца. У меня сидел Харджиев. В это время почтальон принес письмо с фронта. Это была первая весточка от Левы. Николай Иванович ахнул. «Лева меня не любит». Он был поражен, что письмо мне, а не ему. На треугольничке дата 5 февраля 1945 года. Обратный адрес ПП 325-47-Б. Лева писал. «Дорогая Эмма, вы вряд ли сможете себе представить, как мне было обидно уезжать из Москвы, не повидавшись с вами». «Посредственным утешением может быть только надежда, что война скоро кончится, и я знакомой дорогой приду веселой и живой. Жить мне сейчас неплохо. Шинель ко мне идет. Пищи подлинно изобилия, иногда дают даже водку, а передвижение в Западной Европе гораздо легче, чем в Северной Азии. Самое приятное — это разнообразие впечатлений. Мама мне не пишет, это грустно. Напишите, я буду рад получить письмо от вас. Целую ваши руки. Эл Гумилев». Я, конечно, сейчас же написала, но ответ от Левы был помечен уже апрелем. Дни благополучия всегда были короткими в его жизни. В армии с ним произошли очередные неприятности, какие именно я так никогда и не узнала. Но намек в апрельском письме ясен. 12 апреля 1945-го. «Дорогая, милая Эмма, я получил ваше письмо только сегодня. Причина та, что я после многих приключений переменил адрес, но ребята пересылают мне письма. Ваше письмо вывело меня на несколько часов из мизантропии. Я отвык от хорошего отношения, не ждал его и был взволнован и расстроен. Однако пишите. Мой адрес, полевая почта, 28-807-Г. Воюю я, пока удачно. Наступал. Брал города, пил спирт, ел кур и уток. Особенно мне нравилось варенье. Немцы, пытаясь задержать меня, несколько раз стреляли в меня из пушек, но не попали. Воевать мне понравилось. В тылу гораздо скучнее. Мама мне не пишет. Я догадываюсь, что снова стал жертвой психологических комбинаций. Я не удивляюсь этому, ибо спасение утопающих есть дело рук самих утопающих. Я понял это своевременно. Николаю Ивановичу я не писал, потому что потерял его адрес. Прошу вас передать ему привет. Помимо этого у меня к вам просьба. Шкловский посетил меня в поезде и предложил прислать ему рукопись моей трагедии на предмет напечатания. Я послал, но адрес также утерял. Очень вас прошу узнать у него о судьбе моей рукописи и написать мне. Вам я посылаю свои стихи, отчасти рисующие мое настроение и обстановку вокруг меня. Простите за нескладность письма, колбасники мешают сосредоточиться. Целую ваши ручки, Эл. Война скоро кончилась. Лёва, как известно, вернулся домой невредим. Оставшийся до демобилизации четыре месяца он провел в Германии под Берлином. Мы переписывались. Его стихи я раскритиковала, о чем и сейчас жалею. Он, конечно, не поэт, но в те волнующие дни победы и перспективы свободы для Лёвы не следовало об этом говорить. Шкловский тоже не то разочарованно, не то огорченно отозвался о Лёвиной трагедии. Она, кажется, была написана стихами и не стал устраивать её в печать. Нельзя пройти мимо обиды Лёвы на мать, проступающей так настойчиво в приведённых письмах. Чем объясняется отсутствие писем от Ахматовой в этот период, я точно не знаю. Вернее всего, это результат недоразумения, шуток почты или цензуры. А может быть, и преувеличенной насторожённости Лёвы. Письма начали приходить после победы. Позволю себе высказать такое предположение. Молчание Анны Андреевны было как бы заклинанием, пока шли бои за Берлин. Ей казалось, что в каждом написанном ей условии заключены суеверные приметы. Когда опасность миновала, открытки матери посыпались на Лёву. «Ещё из Берлина», он мне писал, «от мамы я получил открытку предельно лаконичную. Я сержусь на неё настолько, насколько можно сердиться на мать и помирюсь, вероятно, не раньше, чем через полчаса после встречи. 21 июня 1945 года. От мамы я получил три открытки, столь лаконичные, что рассердился ещё больше. Ну, увидимся, помиримся». 12 июля 1945. «На маму больше не сержусь и надоедать вам не буду». 14 сентября 1945. Лаконизм писем Анны Андреевны раздражал Лёву и впоследствии, когда в 50-х годах он опять сидел в лагере. Вообще говоря, Анна Андреевна перестала переписываться с родными и друзьями, вероятно, после расстрела Гумилёва, когда в 1925 году она была негласно объявлена опальным поэтом. Это длилось многие годы с перерывом только на время войны. Постоянный надзор грубо давал себя чувствовать. Особенно травмировала Ахматову перлюстрации её переписки. Это её угнетало до такой степени, что она начала писать письма почти телеграфным слогом. К тому же кто-то её надоумил, что лагерные цензоры быстрее читают открытки, чем запечатанные письма. Поэтому она писала Лёве на двух-трёх, а то и четырёх открытках подряд. Это оскорбляло и раздражало его. Тем более, что Анна Андреевна писала, по его мнению, сухо, а не могла она выражать свои чувства, помня, о чужих и враждебных глазах. Но тут я забежала вперёд, в другую уже эпоху. Возвращаясь к сорок пятому году, повторю, что с наступлением победы на Лёву посыпались открытки матери. После многих перипетий он вернулся в Ленинград, где его ждала на фонтанке отдельная комната рядом с материнской. Любовь и согласие между ними, изредка нарушаемые неизбежными бытовыми стычками, длились до его последнего ареста в 1949 году. Новая семилетняя разлука породила множество недоразумений между ними. К несчастью, они завершились полной ссорой, омрачившей последние пять лет жизни Ахматовой. Пока что мы находимся в середине этого пути. Но прежде, чем двинуться вперёд, ко многим годам моего общения с Ахматовой нам придётся вернуться назад к той эпохе, которая уже описывалась мною в прежних публикациях. Ведь даже самые талантливые шестидесятники при всех своих заслугах и достоинствах не могут представить себе повседневную жизнь людей тридцатых годов. У них всё сливается в один мутный поток советского образа жизни, как будто все семьдесят лет он был одинаков. С Лёвой мои отношения на протяжении этих долгих лет, разумеется, менялись. Бывали длительные периоды полного отчуждения, даже вражды, но как бы итогом их я воспринимаю дарственную надпись на его прославленной книге «Этногенез и биосфера Земли» «Милой Эмме на память от Лёвы» 2 февраля 1991 Эл Гумилёв На фоне его последних интервью по телевидению и в журналах эти простые человечные слова звучат для меня как просветление в затемнённом сознании. Они говорят мне не о тех пятидесятых годах, когда в память прошлого я спасала льва от заброшенности в долголетнем лагере, а о тех же тридцатых, о которых повторяют так мало знают новые поколения. И с первозданной яркостью вспыхивают в моей памяти интонации и жесты некогда любимых мною людей. Вы будете говорить, а мы будем слушать и понимать, слушать и понимать из приветствия Мандельштама Ахматовой, приехавшей в Москву погостить в Нащёкинском. «Где мой дорогой мальчик?» Мандельштам, не застав дома Лёвы, тоже гостившего в Нащёкинском. «Лёва, не горбись! Никогда больше так не говори, Ахматова». Когда расстреляли Гумилёва, Лёве было девять лет. Школьники немедленно постановили не выдавать ему учебники. Тогда они выдавались в самой школе, где самоуправление процветало даже в младших классах, из устных рассказов Ахматовой. «К таким людям особый подход. Моё профсоюзное начальство о Лёве, за которого я хлопочу по просьбе Мандельштамов, и всё-таки отказали. Он у нас. Телефонный звонок из ГПУ к Ахматовой в 1933 году, когда Лёва попал в облаву в доме учёного востоковеда Эбермана», рассказала Ахматова. «Вы саддукеи», Лёва, полемизируя с Надей, которая утверждает, что мы бессознательные марксисты, и хвалит Лев. «Мамочка, когда ты умрёшь, я тебя не так буду хоронить», Лёва, выслушав рассказ о похоронах Эдуарда Багрицкого. «Йок», Лёва с наслаждением произносит тюркские словечки, беседуя с Кузиным и Леоновым, биологами, связанными в своей работе со Средней Азией. Во всём Советском Союзе только два человека понимают Хлебникова, Николай Иванович и Лёва Ахматова. «Марию Лев преследовал в пустыне, был Иосиф долготерпелив, из сонета Мандельштама о Марии Петровых, за которой оба ухаживали. Как это интересно, у меня было такое с Колей». Мандельштам вспоминает своё любовное соперничество с Гумилёвым из-за Ольги Николаевны «Гильдебранд» Арбениной. Смотри его стихотворение «За то, что я руки твои не сумел удержать». И гумилёвскую Ольгу «Эльга, Эльга» звучала над холмами. Что ж она, Сирена, Ахматова о Марии Петровых. И ха-ха, и хи-хи, общая атмосфера в доме. «Моей же девы красит стан Оршин-Трико или Шевиота». Мандельштам поправляет и дополняет окрастих Лёвы, обращённый ко мне. «Лёва, как вы дорого мне стоите!» Он просит у меня три копейки не хватающих на кружку пива. «Это вам!» Продавец подаёт Лёве полную кружку вне очереди, что-то поняв в сочетании весёлого умного взгляда с нищенской одеждой. «Счастливый смех!» Ахматова горловым сдавленным голосом услышав, как я болтаю с Лёвой в соседней комнате. «Наденька, как хорошо, что она уехала! Слишком много электричества в одном доме!» Мандельштам после отъезда Ахматовой из Москвы. Глава первая Как-то возвращаясь от Мандельштамов, я ждала восемнадцатого трамвая у Кропоткинских ворот, а Лёву Надя послала за керосином. Он стоял рядом со мной на трамвайной остановке с бидоном в руках и говорил что-то на философские темы, просто, искренне и заинтересованно. Это напомнило мне тех мальчиков, о которых писал Мандельштам в шуме времени в главе Тенишевское училище. Маленькие аскеты, монахи в детском своем монастыре, где в тетрадях, приборах, стеклянных колбочках и немецких книжках больше духовности и внутреннего строя, чем в жизни взрослых. В то время в Москве почти не было одухотворенных юношей. Мы встречали только маленьких бюрократов и бдительных комсомольцев, в лучшем случае честных, симпатичных, но безнадежно ограниченных юношей и девушек. Я поверила в ум и духовность Левы, независимо от сравнения с его знаменитыми родителями. Я ощущала его наследником русских выдающихся умов, а не талантов папы и мамы. С этого дня Лева стал приходить ко мне в гости. Это поразило Мандельштамов и насторожило Анну Андреевну. Он пришел ко мне в мартовский субботний вечер, в руке небрежно держал за уголок какое-то письмецо и протянул его мне как трамвайный билет контролеру. Это оказалось повесткой ГПУ, которую в панике переслала ему, вероятно, с окази Анна Андреевна из Ленинграда. Гумилева приглашали явиться. «Проводите меня, пожалуйста, на вокзал. Меня никто никогда в жизни не встречал и не провожал», попросил он. Уверял, что утром был на Лубянке, показал повестку и потребовал, чтобы его отправили в Ленинград. Ему не на что купить билет, его прогнали. Я не усомнилась в правдивости его рассказа, потому что не раз наблюдала на улицах и в трамвае его вызывающее поведение. Левина новость привела меня в смятение. Уже давно я была потрясена зрелищем его жизни, в которой ему не было предусмотрено на земле никакого места. Так же, как пушкинская красавица, спрашивавшая у зеркала, «Я ли на свете всех милее?» А зеркальце неизменно отвечала «Ты прекрасна, спору нет, но...» Так и я, спрашивая себя, «Я ли на свете всех несчастней?» Говорила себе «Но...» И вспоминала о благородстве, с каким Лева нес убожество своей жизни заживо погребенного. Он ушел от меня только утром, а в сердце у меня на многие годы осталась память о вырвавшихся у него, как сокровенный вздох в словах, «Мой папа». Вечером я зашла за Левой к Мандельштамам, чтобы ехать с ним на вокзал, как обещала. Они были в бешенстве. Надя успела мне шепнуть что-то вульгарное до отвращения. Мы ушли, сопровождаемые косыми взглядами Осипа Эмильевича. Трамваем ехали до грязного многолюдного вокзала. Лева говорил о своем состоянии обновления. Я чувствую, как отталкиваюсь от земли ногами. Я спросила, простился ли он с Марусей Петровых. Он не понимал, зачем это нужно. Я настояла, чтобы он позвонил ей с вокзала. В телефонной будке он стоял лицом к аппарату, а я смотрела на его тонкую шею, выглядывавшую из-за мехового воротника, на склоненную голову в фуражке. Я любила его. Дешевый, бесплатскартный поезд стоял на каких-то дальних путях. Мы нежно прощались на платформе, а из заколоченного на три четверти окна почтового вагона. Кто-то чужой внимательно смотрел на нас сверху. Черный, жесткий, цепкий глаз. Никаких известий из Ленинграда не было довольно долго. Не зная, что там происходит, я написала Леве на фонтанку, а в это время Мандельштамы созвонились по телефону с Анной Андреевной и узнали, что Лева, благополученный, поехал в Бежицк навестить бабушку. Надя, знавшая, что я ему написала, стал рисовать картину, где мое письмо валяется на фонтанке и что говорит при этом Пунин и что Анна Андреевна. Только недели через три соседка принесла мне открытку, якобы провалявшуюся в конторе больницы все это время. Лева писал. Погода плохая, водка не пьяная. Если пожелаете, я могу скоро вернуться. Мой приятель уехал в командировку в Сибирь на пять лет. Потом оказалось, что Леву вызывали в ГПУ лишь для того, чтобы вернуть ему документы, а друг, попавший вместе с ним в облаву, был осужден на пять лет. Стоял апрель. Шел снег с дождем. На дворе была непролазная грязь. Я была больна ангиной, руки были завязаны, нервная экзема. Несколько лет спустя мой маленький племянник неожиданно вспомнил. А где тот человек, который все перевязывал тебе руки? Этот человек был к тому времени уже вне досягаемости. Трудно было себе представить, что он где-то живет. И как живет. Теперь он живет в Норильске. Он — зэк. Это — Лева. Но пока еще у нас апрель 1934 года. Он явился в Москву без предупреждения и как-то не кстати. С собой он привез стихотворение, написанное в поезде после отъезда из Москвы. Я помню его так. Дар слов неведомый уму мне был обещан от природы. Он мой. Веленью моему покорно все. Земля и воды, и легкий воздух, и огонь в одном моем сокрыты слове. Но слово мечется, как конь, как конь вдоль берега морского, когда он бешеный скакал, влача останки и полито, и помня, чудище оскал, и блеск чешуй, как блеск нефрита. Сей грозный лик его томит, и ржанье гул подобен вою. А я влачусь, как и полит, с окровавленной головою, и вижу тайна бытия смертельна для чела земного, и слово мчится вдоль нея, как конь вдоль берега морского. Мандельштамы были недовольны приездом Левы. Вообще, в первые дни после отъезда Анны Андреевны и у Нади, и у Осипа Емельевича прорывалось какое-то раздражение против нее. Надя с оттенком недоброжелательности указывала, что Ахматовой легко сохранять величественную индифферентность, так как она живет за спиной Пунина. «Как бы запутанно ни было ее семейное положение, говорила Надя, но жизнь ее в его доме хоть и скудна, но обеспечивала ее, в то время как Мандельштаму приходилось вести ежедневную борьбу за существование». Зашел у меня разговор с Осипом Эмельевичем о книгах Ахматовой, и в его одобрительных словах мелькает замечание ее манерности. Впрочем, заметил он, «Тогда все так писали». Сквозь обычное его бормотание проступает слово «аутоэротизм». В другой раз Надя резко осуждает безвкусное, по ее мнению, завершение в некоторых стихах Ахматовой. Как можно так писать? Даже тот, кто ласкал и забыл, или улыбнулся спокойно и жутко. Что ж, взятые вне контекста, эти струки вправду звучат пошловато. Осип Эмельевич сочинил на меня и Леву злую эпиграмму, которую мне сам Лева и прочел. В этой эпиграмме говорилось о герое Кузьминской повести, восемнадцатилетнем красавце, которого любили все женщины и особенно мужчины. Очаровательный авантюрист этим очень хорошо пользовался. Эпиграмма Мандельштама начиналась словами «Эмелье Беф любил старух». Далее следовало нечто вроде «Но любили ли старухи его?» А дальше я совсем не помню. Я со своей стороны открыла Леве, что Надя называет его дегенератом. Этот обмен любезностями не помешал нам мирно и дружно закончить вечер, поругивая Мандельштама. Я и виду не показывала Осипу Эмельевичу, что знаю эту злую эпиграмму, но он сам сделал мне аналогичное подношение в виде вырезки из журнала «Огонек». Там был напечатан очерк о львенке кинули, которого приручила известная украдительница зверей Чаплина. Осип Эмельевич подчеркнул в очерке несколько фраз так, что проступил новый сюжет рассказа. Первую страницу я потеряла, но вторая сохранилась, и этого достаточно, чтобы понять смысл Мандельштамовской выходки. Схватив его за шиворот, тащит к себе в комнату. Львенок стал ко мне ласкаться. Бывший ненавистник самоотверженно проводил ночи, производя эксперимент. Взяла я львенка не просто для развлечения, мне хотелось проверить свой двенадцатилетний опыт. Оказалось, что лаской можно сделать многое. Буду продолжать работу. Между тем, отношения с Левой, бывшие прекрасными в момент опасности, к счастью, миновавшей, превратились теперь постепенно в пошлую связь, что было мне не по душе. Расставание прошло как бы по ритуалу стихотворения Ахматовой, сжало руки под темной вуалью, с его нарочито равнодушными заключительными строками. Несмотря на разрыв, я должна была еще раз вызвать к себе Леву. У него оставались рукописи из литературной консультации госэздата. Я получила их на отзыв для заработка. Этой работой я поделилась с Левой. Он пришел, но объявил, что рукописи доморощенных поэтов у него украли в пивной из кармана. Зато он принес мне собственное новое стихотворение, явно рассчитанное на успех. Но оно не могло возместить утраты, сулившие мне большие неприятности в госэздате. Я отозвалась о его стихотворении холодно, он ушел, кусая губы. Через несколько дней Надя упомянула в разговоре, что Оси весьма одобрил второй стих этого стихотворения. «Ой, как горе, кубок горя, не люби меня, жена!» Не успел я вымывить, что это мое стихотворение, как Надя резко меня оборвала. Глупости. Все только Маруси. Она ревниво оберегала жалящую и нежищую ее любовную игру четырех Надя, Осип, Лева, Маруся. Разговор наш происходил буквально за несколько дней до ареста Осипа Эмилича. Но мы были как никогда далеки от мысли о почти неминуемом событии на 180 градусов перевернувшем жизнь Мандельштамов. Между тем, это же Левино стихотворение по-видимому вспоминало Ахматова, но в более позднюю эпоху, когда и Осипа Эмилиевича уже не было в живых, и Лева только что был отправлен за полярный круг в лагерь. Об этом свидетельствует запись в дневнике Лидии Корнеевны Чуковской 17 января 1940 года. Излагая содержание своей беседы с Анной Андреевной, цитируя ее слова, она завершает свою запись словосочетанием, оторванным от предыдущего текста «Кубок горя». Обычно такие мнемонические заметки служили в записках Чуковской сигналом, как бы фигурой умолчания, подразумевающей разговор об арестах, ссылках и казнях. Впоследствии такие места не всегда удавалось расшифровать и самой Лидии Корнеевне. Подготавливая в 70-х годах свою книгу к печати, она прокомментировала эту запись так «Название, придуманное Ахматовой, для какого-то из ее стихотворных циклов, для какого не помню». Надо сказать, что стилистически такое заглавие не очень подходило к поэзе Ахматовой, оно слишком вычурно. Если для этого образа не существует какой-нибудь общий литературный источник, можно быть уверенным, что Анна Андреевна вспоминала «Кубок горя» Левы. Глава 2. После ареста Осипа Эмильевича, когда мы еще гадали о его причине, я, да и Надя по инерции иногда возвращались к нашим суетным интересам. Надя то неприязненно присматривалась к Марусе Петровых, то мимоходом упоминала о Леве, который, уезжая, оставил у Ардовых чужую книгу, но ни за что не хотел сказать, кому она принадлежит. Нина передала ее Наде, а это была моя книга, роман Эренбурга «Москва слезам не верит». Я продолжала работать в ЦК профсоюза работников просвещения, занимая там скромное место секретаря Бюро секции научных работников. По вечерам приходила в Нащокинский, Анна Андреевна оставалась там вплоть до отъезда Мандельштама в Чердынь. После этого я стала собираться в отпуск. ЦК нашего профсоюза выдал мне бесплатную путевку в Петергов. Срок ее действия начинался 30 июня 1934-го, но я приехала в Ленинград за несколько дней до того. Иными словами, это происходило непосредственно после проводов Мандельштамов в Воронеж. В первые же часы приезда я была взволнована, а самое главное, я стремилась увидеть Анну Андреевну, чтобы рассказать ей про Мандельштамов, об их возвращении в Москву из Чердыни и переезде в Воронеж. А с нею ли теперь Лева? Анне Андреевне я позвонила сразу. Приезжайте сейчас, ответила она. И я ухудрилась заблудиться на Невском, точнее, на проспекте 25 октября. Почему-то попала на Староневский, спохватилась нескоро, повернув обратно, шла по левой стороне Невского и каким-то образом пропустила фонтанку. Как завороженная шла вместе с потоком прохожих по широкому тротуару, влекомая ровной линией домов, все вперед и вперед к мерцающей в дымке жаркого дня Адмиралтейской игле. А в это время Анна Андреевна ждала и ждала меня. Ей не терпелось узнать подробности о Мандельштамах. Устала и взволнованная добралась я наконец до фонтанки и до дома номер 34, где удивленно остановилась перед решеткой Шереметьевского дворца, ведь в Москве никто ни разу не упомянул об этой красоте. Обшарпанный флигель во дворе я нашла уже быстро, поднялась по запущенной лестнице, нашла квартиру номер 44, не помню, кто меня впустил. На вешалке мелькнул знакомый мужской плащ с темной полосой на сгибе воротника и выленившая фуражка. Я открыла дверь в большую столовую с затененными окнами. По комнате заметался Лева, держа обеими руками электрическую кастрюлю с кипятком. Я знал, что это Эмма, я знал, как только в саду залаял Бобик, лепетал он. Он растерянно кружился в своей застирной ковбойке, от смущения радости у него сделай совсем детское лицо. По внимательному и проницательному взгляду Анны Андреевны я видела, что и на моем лице было написано счастье. «Лева, поставь кастрюлю на стол», сказала она. Мы сели с Анной Андреевной на маленький диванчик, стоявший в углу, и я рассказала ей об Осипе Эмильевиче, каким он вернулся из Щердыни и как уезжал в Воронеж. Лева слушал, сидя поодаль, с учебником в руках. Оказывается, за этот месяц в его жизни наметилась перемена. Появился шанс поступить в университет. До тех пор этот путь был для него наглухо закрыт, но теперь, ввиду перемены политики, классовому чутью пролетариата надлежало прибавить еще более сильный импульс патриотическое чувство, понадобилась русская история, предмет, замененный в 1917 году в нашей стране историй движения хлебных цен на мировом рынке. И тогда Киров выступил на каком-то съезде, говоря о безобразном преподавании истории в школе. Очевидно, на этой волне у Левы приняли заявление, он был допущен к приемным экзаменам на исторический факультет. Я простилась с Анной Андреевной, и Лева молча встала и пошел меня провожать. Анна Андреевна тоже молчала. Остановилась я на Васильевском острове в квартире брата Осипа Эмильевича Евгения. Семья его была на даче, он вечером тоже уехал туда. В доме оставалась старенькая домработница. На следующее утро Евгений Эмильевич, зайдя домой перед работой, слышал, как я звоню на фонтанку. Вы говорили с сыном Анны Андреевны, заметил он. Остерегайтесь его, у него могут быть нехорошие знакомства. Вообще, я бы не хотел из моей квартиры. Я переехал к моим друзьям детства, которые жили тогда на фонтанке рядом с Аничковым дворцом. Как только глава этой семьи узнал, что я была у Ахматовой, он отозвался ходячей газетной фразой «А, это старая ведьма, которая ничего не забыла и ничему не научилась». Кстати говоря, вспоминаю, что при следующем моем приезде в Ленинград, это было уже в 1937 году, я жила у моих родственников врачей, там произошел подобный же разговор. Ты бываешь в Шереметьевском дворце? Там живут одни черносотинцы. Мы знаем, у нас там есть кое-какие знакомые. А ты у кого бываешь? У Ахматовой? О, избегая ее сына. В ту пору ленинградцы, питерские рабочие, по всеобщему мнению, отличались от пролетариата других городов. Было принято отмечать их вежливость, обычай носить костюмы, белые воротнички и даже шляпы. Словом, их характеризовали как европейский рабочий класс, а Ленинград считался самым европейским городом в России. Когда я была в Ленинграде в первый раз в 1927 году, я была ошеломлена величием этого города с его дворцами, памятниками. Даже вид большого завода на Охте, который мне показывали с моста, все наводило на мысль о необычайной силе Октябрьской революции, свалившей такую могучую цитадель царизма. Теперь я уже пригляделась к дворцам, но воспринимала ленинградский лют по Достоевскому. Эти худощавые мужчины с землистым цветом лица и острыми глазами сбегающие по ступенькам в пивную казались мне или студентами революционерами или все сплошь раскольниками. Они и вправду были совсем другими, нежели москвичи. Но в центре, на Фонтанке и Невском, я этого уже не ощущала так ясно, а в Петергофе я прикоснулась к ленинградской жизни еще и с другой стороны. Дом отдыха для учителей помещался в английском дворце. Это было обыкновенное жилое здание с высокими потолками и просторными комнатами. Я попала в четырехместную. Две койки занимали подруги, мало отношения имевшие к педагогике. Одна, лет тридцати, любила повторять, вот я некрасивая, не знаю, за что меня любят мужчины. Другая, помоложе, внимала ей, учась умела устраивать жизнь. Они говорили о свиданиях в Таврическом саду, о поездках на острова, на стрелку. Спутниками их были директора магазинов или ответственные работники из числа хозяйственников. Приятельницы сравнивали, кто из них был щедрее, хвалились подарками. Третья в нашей комнате, немолодая учительница. Когда наших веселых соседок не было, она говорила о политике. Особенно ее огорчало, что мы отдаем маньчжурам КВЖД. А русский Иван за все отдувается, приговаривала она. Сидели мы с ней на террасе в плетеных креслах. По аллее прошла колонна пионеров. Какие они бледные, худые, заметила моя собеседница. Если бы вы знали, сколько они болеют, бедные дети. Я в это время читала газету. Сенсация. Гитлер убил Рэма. Фашизм захватывает власть в Германии. Между тем, учительница рассказывает о знакомом профессоре. Его арестовали. На допросах в НКВД ставили носом в угол, как провинившегося мальчишку. Она описывала самодеятельные спектакли в Доме ученых, по-обывательски выделяя среди актеров-любителей жену профессора или сына-академика. Ей это импонировало, а мне становилось скучно. Вспоминались дореволюционные провинциальные любительские спектакли. Я успела наслушаться о кипящих там страстях и интригах от старших сестер. Да разве можно было забыть чеховские рассказы, где так часто описания подобных эпизодов вплетаются в фабулу рассказа и в психологические портреты действующих лиц? Неужели еще продолжается это мещанство? Оно не продолжалось, а только начиналось. Я вспоминала, как еще совсем недавно, в 1929 году, Мандельштам говорил о нашем будущем. Это будет такое мещанство! Мир еще не видел такого. Лева приезжал ко мне в Петергоф. Мои бойкие соседки окрестили его Малахольным. Ненадежный он был поклонник, по их мнению. Мы гуляли по саду, и он читал свои стихи, насыщенные ахматовскими словами «Беда» и другими, не помню сейчас какими. Голос его модулировал. Мы уходили гулять, отдыхали на траве под забором санатория ученых, КСУ, куда нам входа не было. Там как раз отдыхал профессор Пиксанов, которого я терпеть не могла. Когда я была студенткой МГУ, я занималась у него в семинаре по Крамзину. У меня осталось к нему неприязненное чувство, потому что он кисло отнесся к моей работе. Я считала его педантом. Может быть, я тогда и не была права. Но вот когда он громил Бахтина на защите его диссертации о Рабле, тут уж консерватизм педанта Пиксанова не вызывал сомнений. Дело происходило уже в 1947 году, то есть непосредственно после постановления ЦК о Зощинке и Ахматовой, на долгие годы наложившего печать мракобесия на всю нашу культуру. Тарле в своем письменном отзыве писал о мировом значении книги Бахтина о Рабле, Джавелегов назвал эрудицию Бахтина сокрушительной и беспощадной. Один молодой аспирант, ломая руки от смущения, говорил, что работы Бахтина несут свет, а Пиксанов, густо ссылаясь на Чернышевского, негодовал. Бахтин, мол, загоняет гений эпохи возрождения назад в Средневековье. А Бахтин так разошелся, что, опираясь на костыли, ловко прыгал на своей единственной ноге и кричал оппонентам «Всех пора на смену!» Джавелегов, пытаясь разрядить атмосферу, объявил «Еще одна такая диссертация и у меня будет инсульт». Все это я как бы уже предчувствовала в тот день в Петергофе. В саду академического санатория важно прогуливался по дорожкам напыщенный Пиксанов, а под забором смиренно грелся на травке сын знаменитых русских поэтов, будущий видный ученый Лев Гумилев. Зрелище имело свою историческую выразительность. Вернувшись из Петергофа в город и придя на фонтанку, Анну Андреевну я застал не совсем здоровой. Она лежала на диване в эстоме, ладони ее были влажны. Я впервые заметила изогнутость линии ее рук, локтей и плеч. Несмотря на жару, казалось, что от всего ее существа веет прохладой и тайной. Возможно, такое определение покажется кому-нибудь вычурным, но я не подберу другого. Вероятно, это ощущение усиливалось от растущих за окнами деревьев. Тени ветвей причудливо двигались по потолку и стенам, завешанным рисунками Бориса Григорьева. Мы перешли в столовую, Анна Андреевна сказала, Николай Николаевич уехал с Ирочкой и Анной Евгеньевной в Сочи. Он оставил нам паек, но у нас нет денег, чтобы выкупить его. Они оба ослабели от голода, даже Курева не на что было купить. Потом они, видимо, заняли у кого-то из знакомых немного денег, тем не менее Лева сдал последний экзамен на тройку, потому что у него от голода кружилась голова. Тогда я вплотную столкнулась с особенностями домашней жизни Ахматовой. Николай Николаевич Пунин жил на две семьи. Несмотря на совместную жизнь с Анной Андреевной, он не оставлял заботы о первой жене, Анне Евгеньевне урожденной Аренс и дочке Ире. Все жили в одной квартире на общем хозяйстве. До отъезда в Москву я еще несколько раз виделась и с Анной Андреевной и с Левой. Однажды я зашла в аптеку на углу Невского и Фонтанки, смотрела из окна на противоположную сторону Невского и неожиданно увидела среди двух встречных потоков прохожих одинокую фигуру. Это Анна Андреевна. Она так спокойно шла в публичную библиотеку без шляпы в белом полотняном платье с украинской вышивкой, который ей привез из Киева Николай Николаевич. Она идет своей странной неуверенной походкой, как бы отгороженной чем-то надежным от торопливо проходящих мимо чужих людей. Я почувствовала, что люблю ее. Это так легко определить, когда неожиданно видишь родного тебе человека на улице в толпе, он кажется таким беззащитным, затолкают, переедут, неужели они не видят, что с ним надо бережно обходиться. Понимая, что с отъездом Мандельштамов из Москвы моя жизнь как-то переменится, Анна Андреевна спросила меня, что я намерена делать дальше. Услышав, что я непременно хочу заняться историко-литературной работой, и узнав, что я еще не наметила себе определенной темы, она предложила мне начать изучать жизнь и творчество Гумилева. При этом Анна Андреевна назвала две фамилии, Лукницкий и Горнунг, которые я должна была запомнить. Эти два человека по ее словам давно уже этим занимаются. Анна Андреевна обещала мне передать некоторые библиографические материалы, собранные ею и ее помощниками. Водушевленная всем слышанным и виденным в Ленинграде я вернулась в Москву. Отпуск мой еще не кончился, в моем распоряжении было несколько свободных дней. Мы пошли с Евгением Яковлевичем в парк культуры и отдыха. Мне хотелось пойти в Зеленый театр, но у него не было денег на входные билеты. У него никогда не было денег. Мы зашли в зал, где проигрывались пластинки, зал был набит. Одни слушатели кричали, чтобы ставили Карузо, другие требовали Шаляпина. Незнакомые между собой люди спорили о достоинствах голосов и исполнения двух этих великих певцов. Я впервые видела болельщиков. Были, конечно, такие же любители футбола. Они даже в быту делились на спартаковцев и динамовцев. Но эти страсти были вне поля моего зрения. В любителях пения я узнавала особый контингент москвичей. Это были историки, бросившие преподавание в школах, чтобы стать или бухгалтерами, или стенографистками, инженеры, сменившие суматошную службу на спокойную деятельность, чертежника-конструктора, все те, кто искал выгодную и непыльную работу, свободную от давления идеологии. Они были страстными слушателями радио. Оно еще было вновь. У многих появились патефоны, женщины увлекались до безумия пением Козловского и Лемешева. Лет десять-пятнадцать спустя у меня стало возникать ощущение, что их всех убили, кого на войне, кого в тюрьмах и лагерях. Этот тип советских людей надолго исчез. Наслушавшись пенье, мы с Евгением Яковлевичем пошли в танцевальный зал. Один рабочий паренек, небольшого роста, ладно скроенный, с таким изяществом и каменным лицом, тогда так требовалось, танцевал на русский лад фокстрот с девушками, что мы залюбовались им. Принц крови решили мы. У меня был дядюшка врач, работавший на Тульском патронном заводе. Он тоже говорил, что среди молодых рабочих попадаются люди, отмеченные особой породистостью. На следующий день я явилась в свое бюро СНР. Меня будто только и ждали, чтобы уволить. Мне пришлось предстать перед самим Литвин Седым, членом предзидиума ВЦСПС. Я попросила два дня для сдачи дел, так как очень дорожила своей картотекой и папками. Не нужно сдавать дела, уходите, сегодня же был ответ. Причины увольнения он мне не объяснил. Я попросила характеристику. Руководитель политучебы, бывший инспектор, как бы сошедший со страниц мелкого беса Сологуба, написал бумажку «Работник хороший, но не занималась общественной работой. Как же так?» Я была, например, членом эконом-комиссии месткома. И что мы там делали, убей меня, бог не вспомню, но все-таки я попросила объяснение у инспектора. У вас высшее образование, с вас требуется больше, объявил он. Я вспомнила, как ЦК профсоюзов поручил мне под Новый год ходить по квартирам школьных учителей проверять, нет ли у них елки. Я решительно отказалась от такого дикого поручения. Не за это ли меня окрестили плохой общественницей? Выданная мне характеристика имела определенный политический подтекст, но какой категории? Этого я не знала. Я обратилась к своему непосредственному начальнику. Он откликнулся. «Мне всегда на вас указывали, но я ссылался на то, что вы хороший работник. Только теперь в девяностых годах известие 1992 номер 121 выяснилось, что, называя меня среди слушателей своего крамольного стихотворения о Сталине, Осип Эмильевич очень точно определил место моей работы — секция научных работников ВЦСПС. Что же удивительного, что президиум ВЦСПС меня немедленно уволил. И опять я стала безработной. Числюсь иждивенкой отца. Хожу в Ленинскую библиотеку читать книги Николая Гумилева. Они выдавались только в хранилище. Заниматься там было приятно. На первом этаже среди стеллажей с книгами в окно виден старый каменный мост, еще такой легкий и Кремль, потешный дворец и верхи куполов-соборов. Решетка полисадника перед Пашковским домом еще выдавалась далеко на теперешнюю мостовую, образуя спокойный полукруг. Шел снег. Это была настоящая Москва. Я ее забыла, ездя каждый день на девятнадцатом трамвае через Устинский мост ВЦСПС. Лева прислал мне письмо. В университет его приняли, и вчера он уже был на студенческом субботнике. Глава третья. Папа член консультации профессоров при Кремлевской больнице. Он лечил Шверника. Воскопоставленный пациент послал ему приглашение на какой-то торжественный вечер, кажется, в самом ВЦСПС. Папа свежевыбритый, в новом галстуке, с удовольствием поехал туда на машине сану про Кремля. Он вернулся неожиданно рано. В столовой, стоя у печки, сказал потрясенный Кирова, убили. Об этом сообщили на вечере с трибуны. Папа передавал подробности. Когда он сказал, что Кирову выстрелили в затылок, у меня вырвалось «это свои». «Только ты можешь так сказать», закричал оскорбленный отец и быстро вышел из столовой, хлопнув дверью. Приехала из Воронежа Надя и рассказывала, как она встретилась с кем-то из возвращенцев, живущих в зоне, не менее ста километров отдаленной от Москвы. Эти стопятницы описывали, как они узнали об убийстве Кирова. Ночью стали хлопать все двери, люди бегали из дома в дом, слышались встревоженные голоса, административно высланные, были уже опытными людьми и понимали, что это несчастье коснется и их. Между тем папа рассказывал новости о похоронах Киева. Сталин, приехав в Ленинград, так кричал, на тамошних заправил, что у них кровь стыла в жилах, и они буквально немели и тряслись от страха. И этому можно было поверить, достаточно было заметить прижатые уши Молотова на правдинской фотографии похорон Кирова. 20 января начались студенческие каникулы. Лёва приехал в Москву мрачный-мрачный. От первоначальной радости по поводу приёма в университет не осталось и следа. Я была больна гриппом. Несколько дней не могла его пустить к себе. Когда пришёл, сказал, я уезжаю. Ему нужно было заехать перед возвращением домой в Бежицк к бабушке, у которой он воспитывался до 16 лет. Ничего не поделаешь, семья, заключил он. А что вы делали всю неделю? Лежал Клычковы и Сергей Антонович и Варвара Николаевна полюбили Лёву, ещё когда он жил у Мандельштамов. В тот первый год знакомства Лёва наивно мне признавался. Вот я, который в Бежицке гонял по огородам, теперь сижу у известного поэта. Он мне читает свои стихи, а я их критикую, покачивая ногой. И он мне рассказывает, как его ругал Гумилёв, когда он пришёл к нему со своими первыми стихами. В свою очередь Лёва читал Сергею Антоновичу свои стихи. Клычков мне потом говорил, поэта из Лёва не выйдет, но профессором он будет. В марте начались массовые выселения бывших дворян из Ленинграда. Старушек, не приспособленных к современной жизни, выселяли из насиженных коммунальных берлог и выпроваживали в течение сорока восьми часов куда-нибудь подальше, куда глаза глядят. Я всё ещё была безработной. Помогла мне устроиться моя ближайшая подруга, ещё со школьной скамьи, Елена Константиновна Гальперина, жена художника Александра Александровича Осмёркина. Мы с ней вместе учились и в университете МГУ, но она параллельно увлечённо занималась художественным чтением. В двадцатых годах эта отрасль актёрского искусства сыграла большую роль в просветительном движении. Литературные вечера от спектаклей видных мастеров театра одного актёра до тематических лекций в рабочих клубах с участием профессиональных актёров-чтецов. Лена работала в лекционном бюро МОНО Московского отдела народного образования. По её рекомендации меня приняли туда на работу, но на административно-организационную. Ведь марксистских лекций о литературе я не могла читать. Я стала помощницей одной очень энергичной и опытной дамы, популярной среди актёров. В функции отдела входило, помимо чисто культурных мероприятий, устройство больших сборных концертов с народными артистами, балетными и вокальными номерами. Начала появляться новая категория исполнителей, лауреаты. Устанавливалась постепенно новая табель о рангах. Подхалимство становилось привычным и почти обязательным. Если моя начальница в домашней обстановке ещё позволяла себе посмеиваться над общим рефреном «Только товарищ Сталин», то на работе о подобных вольностях не могло быть и речи. «Я им дал гугу», произнёс один из инструкторов, имея в виду вечер, посвящённый Виктору Гюго. Однажды я позволила себе посмеяться над его благоговейным упоминанием ЦК партии. Он отрезал строго и недоуменно. Мы ЦК любим и уважаем. А на какой-то демонстрации не то майской, не то октябрьской другой инструктор шибкограмотный обстоятельный строго объяснял мне, как плох, пуст и безыдеен буржуазный фильм «Под крышами Парижа», который тогда только появился на наших экранах. А я, смотря эту картину, как будто оттаяла душой. Так она мне понравилась. Ещё одно заметное изменение. В Москве началась реконструкция города. Знаменитые круглые площади превращались в бесформенные пространства. Сами собой исчезли клумбы в их центре. Естественно, не было больше асфальтовых дорожек, прочёркивавших площадь по диагонали, так что человек не терялся в большом пространстве. Мосты перекидывали через сушу. Такое здание, как бывший лицей, оказалось где-то внизу, под Крымским мостом. «Партийное начальство меня не любило. Не понимаю, чего хотят от Эммы наши партийцы», говорила Леня, моя непосредственная начальница. Но была и здесь у меня отдушина. Это массовики-затейники, которых послали на гуляния, экскурсии, в дома отдыха и тому подобное. Среди них были и баянисты, и фокусники, и жонглёр-любители. Их репутация среди артистов, лекторов и администраторов была самой низкой, рвачи. А у меня с ними установились весьма своеобразные деловые отношения. Начали они с того, что стали доносить друг на друга, и даже на мою начальницу, уверяя, что она берёт взятки. А это было совершенно невероятно. Про одного из лучших массовиков мне было сказано по телефону прямо. Он, рвач, вы тоже, спокойно ответила я, не сплетничайте. Звонивший осёкся, поражённый. Постепенно я завела совсем другой тон, и этот процесс воспитания меня уже увлекал. Например, такой эпизод. Я говорю напрямик. Пришли из клуба ГПУ. Заказали массовку на целый день. Где-то далеко. Платят мало. Сами понимаете, ни торговаться, ни отказывать я не могу. Выручайте, бросайте жребий. Я имела в виду трёх-четырёх сильнейших, и кто возьмётся, тому я дам первый же поступивший к нам выгодный наряд, а на этот смотрите, как на бесплатный. И так как я своё слово всегда держала, в такой среде это самое главное, путёвки распределяла по очереди, то установился строгий порядок. Было такое ощущение, что под моим началом действует добросовестная рабочая артель. Это и взбесило наше начальство. Что за отношения? Подозрительно вопрошали они, и вскоре под благовидным предлогом меня уволили. Я не прослужила в этом моно и года. И опять я стала ходить в Ленинскую библиотеку. Встретила на улице биолога Бориса Сергеевича Кузина. Приятно было увидеть ближайшего друга Осипа Эмильча, постоянного и желанного посетителя Мандельштамов. Теперь, когда их дом был опустошён, я с особенным дружеским чувством звала Кузина почаще заходить ко мне. Но он как-то странно отнекивался и почти бежал от меня. Я с удивлением смотрела ему вслед и заметила, как мучительно напряжены его спина и затылок. Так и запомнилась мне эта фигура, спешащая на фоне Александровского сада под стенкой манежа. Очевидно, за ним следили, и он это знал. Вскоре он был арестован. Больше никогда в жизни я его не видела, хотя мы однажды и обменялись с ним письмами. Это было аж в 1973 году, незадолго до его смерти. Когда Кузина арестовали, Надя пошла к его ближайшему другую соратнику в науке, талантливому энтомологу Смирнову. Ее сопровождала приехавшая из Ленинграда Анна Андреевна. Она не особенно была связана с Кузиным, да и он чтил ее гораздо меньше, чем Осипа Эмилиевича. Но она пошла с Надей, чтобы быть рядом с ней в трудную минуту. Вместо того, чтобы дружески обсудить положение Кузина, Смирнов закричал с порога «Это вы его погубили! Это из-за вас!» и захлопнул дверь. Может быть, я передаю не совсем точно, ведь меня не было при этом, но так мне рассказывали Анна Андреевна и Надя. Кузин тогда был отправлен в лагерь, из которого он вышел на поселение через два-три года благодаря системе зачетов, то есть сокращению срока в зависимости от перевыполнения норм выработки. Надя ездила к нему в Казахстан, где он работал в совхозе, кажется, агрономом. Она привезла его фотографию в тулупе с изменившимся до неузнаваемости лицом. Я не могу выстроить хронологический ряд последующих редких встреч с Левой. Вот он сидит у моего секретера и пишет небольшое стихотворение, слишком напоминающее раннего Лермонтова. Помню только заключительную строку, и уж ничто души не веселит. В другой раз переписал очень сильно, несмотря на архаичную лексику стихотворения, и подарил мне, сказав, что и посвящает его мне. Я помню его так. земля, земля бедна, но тем богаче память, ей не страшны ни версты, ни года, мы древними клянемся именами, а сами днесь от темного стыда в глаза смотреть не смеем женам нашим. Униженный и лицемерный взор мы дарим чашам, пьяным винным чашам, и топим в них и зависть, и позор. В другой раз он пришел из церкви грустный и разочарованный. Заказал панихиду по отцу, но священник не согласился назвать Николая Гумилева убиенным. Время от времени появлялась в Москве и Анна Андреевна. Однажды ночевала у меня и занята была мыслью о моих отношениях с Левой. Говорила только о нем. Или смотрела на меня, какая вы беленькая. А то вдруг ни с того ни с сего иступленно Эмма, я хочу внука. Или начинала разговор о том, как ей плохо живется у Пунина одна надежда на Леву. Когда он кончит университет, она будет жить вместе с ним, но Лева так безумно, так страстно хочет. Она нагнетала определение и когда я наконец бледнела, заканчивала уехать в Монголию. Напрасно Анна Андреевна беспокоилась. Наши отношения не были задуманы ни на ближайшее, ни на далекое будущее. Вообще не были обдуманы. Анна Андреевна часто останавливалась в Москве в квартире Мандельштамов. Там ее принимала мать Надежда Яковлевна. Я, конечно, навещала Анну Андреевну и раза два заставала у нее пастернака. Однажды это было уже под занавес. Заканчивая беседу, он перевел разговор на свое домашнее. Недавно умер тесть. Пастернаку досталась его шуба, теплая. Сейчас пойду проверю. Он ловко прощается, быстро надевает переднюю шубу и уходит в морозную ночь. Странно было видеть его уютную светскость в этом жилище беды. В другой раз мы собрались с Анной Андреевной на вокзал. Она возвращалась в Ленинград. Неожиданно зашел Борис Леонидович, пожелавший ее проводить. Мы поехали вместе. По дороге пастернак сошел с трамвая. Я вас догоню! Мы несколько недоуменно переглянулись, но в зале ожидания он действительно нас настиг, держа в руках бутылку вина. Ничего другого в ту пору в магазинах не нашлось. И преподнес ее Анне Андреевне. До отхода пояс доставалось еще время. Они разговорились об Андрее Белом, отзывались критически о его последней прозе и принадлежности к обществу антропософов. Но когда речь зашла о статье Каменева, как утверждала Надя, убившей писателя, Борис Леонидович сразу «Он мне чужой, но им я его не уступлю». Дело в том, что в предисловии к последней книге Белого между двумя революциями Москва 1933 Каменев охарактеризовал всю его литературную деятельность как трагефарс, разыгранный на задворках истории. После некоторого молчания Борис Леонидович заводит щекотливый разговор. Он уговаривает Ахматову вступить в союз писателей. Она загадочно молчит. Он расписывает, какую пользу можно принести, участвуя в общественной жизни. Вот его пригласили на заседание редколлегии известий. Он сидел рядом с Карлом Радеком, к его пастернака словам «прислушиваются». Он может сделать что-нибудь доброе. Анна Андреевна постукивает пальцами по своему чемоданчику, иногда многозначительно, почти демонстративно взглядывает на меня и ничего не отвечает. Глава четвертая. Утром телефонный звонок «Лёва, можно сейчас заехать?» Такие его внезапные появления и исчезновения вызывали в моей памяти роман Горького, где один из братьев, кажется, по имени Яков, странствовал по России. Иногда он приходил домой, о чем извещал стук в окно. Поужинает, поговорит с родными о чем-нибудь важном, переночует и снова уйдет, неизвестно, надолго ли навсегда. Он стоял в коридоре в невозможном пиджаке и в брюках с огромными заплатами на коленях, смутился, здороваясь со мной в нашей как-никак приличной квартире. Отрастил усы, татарские, тонкие, спускающиеся по углам рта. В Москве он проездом на один день возвращается из экспедиции откуда-то с Дона. Мы решили поехать в Коломенское. Тогда это был долгий путь, на трамвае, потом на автобусе, а затем еще пешком. На нем был все тот же плащ с короткими не по росту рукавами и засаленным воротником. Мы долго ждали трамвая. Кругом люди. На нас посматривали. Пока шли пешком, Лева рассказывал, как ехал в экспедицию. Всем участникам университетская администрация дала деньги на проезд, ему нет. Он пошел в учебную часть. Гумилев, ты чего нервничаешь? Да вот жить не дают. Он швырнул на пол стопку книг. В экспедицию не пускают. В конце концов он поехал на свой счет, а там на месте Артамонов взял его к себе на раскопки. Очень хорошо рассказывал Лева. У него было так же весомо каждое слово, как у Анны Андреевны. Повествование всегда было эпическим, а в нем заключалась трагедия, но на это не нажималось ни словом, ни интонации. Потом он утратил этот стиль. Мы осмотрели церковь Вознесения и хоромы, про которые почему-то неверно было сообщено, что это дворец царя Алексея Михайловича, какие низкие потолки и двери. Рассчитаны на человеческий рост, а в XVIII веке стали строить выше. Лева все осмысливал исторически. По дороге мы видели, как женщины рабочие копали землю. Зачем заставляют женщин делать эту тяжелую работу, ведь они рожать не смогут. Был последний октябрьский солнечный день. Мы сели на скамью подвязами против Казанской церкви. Где-то вдали прошел человек. Который час? Пять часов. Ни слова не говоря, мы дружно вскочили. Все у нас было ладно, несмотря на то, что мы не виделись несколько месяцев. Как быстро пролетело время, ведь сегодня же вечером ему ехать в Ленинград, а он хотел еще зайти к Клычковым. В автобусе Лёва вел себя вызывающе, почти что подставлял подножку рабочим, возвращавшимся домой с какого-то заводика. В своей мятой фуражке он выглядел бывшим офицером. Его ненавидели, но боялись из-за его дерзости. Он вообще любил припираться в трамваях, чтобы последнее слово оставалось за ним. Дома пообедали. Мрачен он был со своими татарскими усами. Помолчав, заявил, «Когда я вернусь в Ленинград, меня арестуют». Знак вопроса. Уж мы знаем, летом была допрошена наша приятельница. Ее выпустили, но она все подтвердила. Что подтвердила? Были у нас дома разговоры при ней. Я не спросила, какие разговоры. Вероятно, петербургские дворянские ихние. Я плакала. К Клычковым он уже не поспел и не звонил, а прямо от меня поехал на вокзал. Опять мы прощались. В той же моей комнате с той же перспективы никогда больше не увидится. Эта встреча больше походила на благословение, чем на любовное свидание. Прощальным словом Левы было «Прими православие». Что я делала в последующие дни, не знаю, вестей из Ленинграда не было. Своей тревогой я поделилась с Леной. Она милостиво признала «Да, вы связаны», но все-таки прибавила «Не люблю романы каторжников, не нравятся они мне». А вот Анне Андреевне они нравились. Нет, ее растрогала не наша с Левой встреча. Она, вероятно, и не знала о ней. Но двадцать лет спустя, когда на наших экранах появились знаменитые итальянские фильмы, она настояла, чтобы я поехала с ней в один из дальних кинотеатров, где повторно показывали у стен малопаги. Анна Андреевна уже видела эту картину, но готова была смотреть ее еще и еще. Напомню, что на экране героиня и герой встречаются и прощаются перед его арестом. Неминуемое наказание ждет его не за выдуманное, а за настоящее уголовное преступление. Но все равно, говорила Анна Андреевна, это наше, это про нас. В середине тридцатых годов в нашем кинематографе можно было видеть только фильмы вроде «Ненавистных мне веселых ребят» и «Цирка». Именно в эти тревожные неопределенные дни меня вытащил кто-то на предвечерний сеанс подобного фильма. Я пошла нехотя и с досадой вернулась домой. Вижу, в передней, на маленьком угловом диване сидит Анна Андреевна со своим извечным потрепанным чемоданчиком, вся напряженная, она дожидается меня уже несколько часов. Заходим в мою комнату. Их арестовали. Кого их? Николашу и Леву. Она переночевала у меня, спала на моей кровати, я смотрела на ее тяжелый сон, как будто камнем придавили. У нее запали глаза и возле переносицы появились треугольники. Больше они не проходили. Она изменилась на моих глазах. Потом я отвезла ее в Нащекинский. Она еще сама не знала, к кому она зайдет, ведь неизвестно, кто как ее примет. Целый день я ждала ее звонка. Она меня вызвала только на следующее утро. В чьей квартире она ночевала, я точно не знаю, кажется, у Булгаковых. Мы встретились у ворот дома. Она вышла в синим плаще и в своем фетровом колпаке. Из-под него выбились и развивались длинные пряди волос. Она ничего не замечала. Она смотрела по сторонам невидящими глазами. Мы пошли искать такси. Кропоткинская площадь и Волхонка были перерыты и в нескольких местах перегорожены из-за строительства в месте взорванного храма Христа Спасителя. Осенняя грязь. Она боялась перейти улицу. Вдали показалась машина. Нет-нет, ни за что. Машина еще далеко. Идемте. Она оставила ногу на мостовой и пятилась назад. Я ее тянула. Она металась. Машина приближалась. Рядом с шофером сидел человек в кожной куртке. Они заметили нас и, казалось, посмеивались. Приближаясь, человек в кожной куртке вглядывался в эту странную фигуру, похожую на подстреленную птицу, и узнавал. Узнавал, жалея, ужасаясь. Вот эта безумная мечущаяся нищая знаменитая Ахматова. Вся эта физиономическая игра промелькнула перед моими глазами. Вероятно, некогда этот человек был ее поклонником, влюблялся в нее на вечерах поэтов. А теперь и себя не узнаешь, милый мой, в кожаной куртке, рядом с водителем, в казенной машине. Они проехали. Кое-как мы перешли улицу и нашли такси. Шофер двинул машину со стоянки, спросил, куда ехать. Она не слышала, я не знала, куда мы едем. Он дважды повторил вопрос, она очнулась. Кси Фулиной, конечно. Где она живет? Я не знала. Анна Андреевна что-то бормотала. В первый раз в жизни я услышала, как она кричит, почти взвизгнула сердито. Неужели вы не знаете, где живет Сейфулина? Откуда мне знать? Наконец я догадалась, в доме писателей она не ответила. Кое-как добились. Да, в Камергерском переулке мы поехали. Всю дорогу она вскрикивала «Коля, Коля, кровь!» Я решила, что Анна Андреевна лишилась рассудка. Она была в бреду. Я Сейфулина открыла сама. Я уехала. Через очень много лет в спокойной обстановке Ахматова читала мне и Толе Найману довольно длинное стихотворение. Оно показалось мне знакомым. «Мне кажется, что давно вы мне его уже читали», сказала я. «А я его сочиняла, когда мы с вами ехали к Сейфулиной», ответила Анна Андреевна. «Я предполагаю, что из этого стихотворения напечатано одно четверостише, измененной самой Ахматовой для цензуры. Заландышевый май в моей Москве кровавый отдам я звездных стай сияния и славу». Напечатано сто главы, но в автографе для эпитета оставлено пустое место. Но вернемся к тридцатым годам, к тем напряженным дням. Я не заметила, сколько времени прошло. Два дня? Четыре? Наконец телефон. И снова одна только фраза. «Эмма, он дома, я с ужасом. Кто он? Николаша, конечно, я робко, а Лева, Лева тоже». Она звонила из квартиры пельника. Я поехала туда, на улицу Правды, там ликование. Мы с ней сидели в спальне. Из соседней комнаты доносится музыка, приехали гости, какой-то важный обкомевец и еще кто-то. «С тремя ромбами», шепчет мне Анна Андреевна. «Все они хотят видеть Ахматову, поздравлять с царской милостью?» «Но Анна Андреевна должна мне многое рассказать. Пельняк заходит, нетерпеливо зовет ее, она говорит, «Борис Андреевич, это Эмма». Но ему не до чего, ему нужно торжество с гостями в столовой, он неохотно нас оставляет». Что же мне рассказала Анна Андреевна? Все было сделано очень быстро. Сейфулина, очевидно, была связана кем-то с ЦК партии. Анна Андреевна написала письмо Сталину, очень короткое, она ручалась, что ее муж и сын не заговорщики и не государственные преступники. Письмо заканчивалось фразой «Помогите, Иосиф Фиссарионович». В свою очередь Сталину написал Пастернак. Он писал, что знает Ахматову давно и наблюдает ее жизнь полную достоинства. Она живет скромно, никогда не жалуется, ничего никогда для себя не просит. Ее состояние ужасно, заканчивалось это письмо. Пельняк повез Анну Андреевну на своей машине в комендатуре Кремля, там уже было договорено, кем письмо будет принято и передано в руки Сталину. Для себя я отметила разницу в отношении писателей к Мандельштаму и Ахматовой. Там чувство долга по отношению к замечательному поэту, здесь тот же долг, но согретый непосредственным чувством любви. Рассказ Анны Андреевны был прерван пельняком. Он торопит. Она вышла в соседнюю комнату показаться. Зазвучал тушь. Это пельняк завел новую пластинку, торжественно провозглашая «Анна Ахматова». Тем временем, дожидаясь в спальне Анну Андреевну, я написала короткую записку Леве. Анна Андреевна вернулась на минуту из столовой, чтобы проститься со мной. Я прошу ее взять мое письмо. Что вы, что вы? Какие там письма? Не возьму ничего. Она всего боялась писем, обыска в поезде и правильно сделала. Мало ли, как я могла написать в этой записке про Сталина. Ну, говорю я, тогда скажите на словах. Лева должен воспользоваться чрезвычайным обстоятельством и просить разрешения сдавать курс экстерном. Он не вынесет обстановки. К нему будут приставать студенты. Он как-нибудь не так скажет. Меня, мол, Сталин выпустил. Это опасно. Его обвинят в хвостовстве и упоминании имени божества в суе. Я уходила домой. Она пошла за мной в переднюю. Я открыла входную дверь. Неожиданно она нагнулась, высокая, гибкая и быстро, нежно поцеловала меня. Через некоторое время приехала из Воронежа Надя. Я, конечно, пришла в Нащекинский. Застал у нее ленинградского брата Осипа Эмильевича Евгения и Николая Ивановича Харджиева. Они продолжали начатую без меня беседу. Евгений Эмильевич досказывал о своих встречах с Анной Андреевной. Видимо, они были посвящены совместным хлопотам об Осипе Эмильевиче. Затем он стал говорить о трудной жизни Ахматовой. И под конец в его рассказе промелькнула фраза «И с сыном эта история?» «Ничего не вышло?» озабоченно спрашивает Николай Иванович. Я встрепенулась. «Что случилось?» «Так его же исключили?» «Какая-то глупая университетская история». Я вскочила с места и в волнении стала ходить по комнате, как в воду глядела. Надя подошла ко мне и тихо спросила, удивленная. «Вы его любите?» Вскоре Осмеркин поехал в Ленинград. Он руководил там мастерской в Академии Художеств, а в Москве в институте имени Сурикова. Я передала через него записку Леве. Вернувшись, недели через две Александр Александрович привез мне ответ. Это было историческое письмо. Лева подробно описал всю картину преследования его в университете. К сожалению, через два года Анна Андреевна своими руками бросила это письмо в печь в моей же комнате. Сделано это было при чрезвычайных обстоятельствах, при аресте Левы в 1938 году. В сообщениях Левы мне запомнились только два эпизода, из них один лишь в самых общих чертах. Он касался Петра Великого, которого Лева характеризовал не так, как это внушалось студентам на лекциях. Студенты жаловались, что он считает их дураками. Другой эпизод по своей глупости и подлости резко запечатлелся в моей памяти. «У меня нет чувства ритма», писал Лева и продолжал. На военных занятиях он сбивался с шага. Преподаватель заявил, что он саботирует, умышленно дискредитируя Красную Армию. Заканчивал Лева письмо фразой «Единственный выход переехать в Москву». «Только при вашей поддержке я смогу жить и хоть немножко работать». В самом конце января 1936 в Москву приехала Анна Андреевна. Хлопотать, конечно, о Леве, может быть, и о Мандельштаме. Она готовилась к поездке к Осипу Эмильевичу в Воронеж. Я уже писала, что провожали ее на вокзале Евгения Яковлевича и я. Перед ее отъездом я показывал ей Левина письмо, дочитав до конца, она произнесла железным голосом «Лева может жить только при мне». С тех пор Анна Андреевна не пускала его в Москву. Я не знала, как он провел зиму. Впрочем, мне смутно припоминается еще один эпизод. Дело, вероятно, шло уже к весне. Я получила от него письмо с просьбой. Оказывается, для того, чтобы поехать в археологическую экспедицию, ему, как исключенному из университета, нужно было окончить хотя бы какие-то краткосрочные агрономические курсы. Его и туда не приняли. Не помню, то ли он просил меня обратиться к покровительству Пастернака, то ли я сама додумалась до этого. Во всяком случае, я надела вязаную кофточку моей двоюродной сестры и пошла к Борису Леонидовичу домой. Он жил тогда на Волхонке. Мне понравилась комната, прохладная и пустоватая. Он отнесся к моей просьбе благожелательно и сочувственно, но никаких последствий это не имело. Почему? Не помню. Летом Анна Андреевна опять приехала в Москву. Я рассказала ей о моем обращении к Пастернаку. Она мягко заметила. Это не самое умное из того, что вы сделали в своей жизни. После этого она уехала гостить в Старки, то есть в имение Василия Дмитриевича Шервинского под Коломной. Советская власть оставила ему эту собственность во внимание к его выдающимся заслугам в медицине. Знаменитый терапевт с мировым именем в наших кругах славился тем, что лечил еще Иван Сергеевич Тургенева. Анна Андреевна дружила с сыном Шервинского Сергеем Васильевичем. Что касается меня, то впервые за много лет я поехала в этом 1936 году вместе с нашей семьей на дачу под Москвой в деревню Черепково по Рублевскому шоссе. Ко мне приезжал туда часто Евгений Яковлевич. В июле Анна Андреевна вернулась из Старков и встретила меня по-женски, как победившая соперница. Лева так хотел меня видеть, что по дороге в экспедицию приехал из Москвы ко мне в Старки, объявила она, а я не знала, что Лева был в Москве и что он все-таки попал в экспедицию. Меня это озадачило и больно задело, но ведь я не оставляла ему своего дачного адреса. Эта простая мысль как-то не приходила мне в голову. Впрочем, осенью, вернувшись из экспедиции, он пришел ко мне и говорил о своем крайне подавленном состоянии в ту пору. Между тем, в моем образе жизни и направлении интересов за протекшее время многое изменилось. Глава пятая. Ранние эпизоды тех лет сливаются в моей памяти в один период времени, середина 30-х годов, но некоторые даты в силу внешних обстоятельств устанавливаются с точностью до одного дня. А вот я не помнила, когда именно происходили описанные выше события, поездка с Левой в Коломенское, долгое ожидание Анны Андреевны в нашей прихожей, поездка с ней до дома Сейфулиной, торжество у пельника. Теперь, через полвека, появились документальные свидетельства, касающиеся этих событий. Из записи в дневнике Булгаковой мы узнаем, что Анна Андреевна пришла к ней 30 октября 1935 года и вместе с Михаилом Афанасьевичем обдумывала редакцию своего письма к Сталину. Из других публикаций мы знаем дату освобождения Левой и Пунина 3 ноября того же 1935 года. По письмам Рудакова устанавливается время пребывания Анны Андреевны у Мандельштамов в Воронеже с 5 по 11 февраля 1936 года. Значит, мы с Евгением Яковлевичем провожали ее на московском вокзале 4, а может быть, 3 февраля. Все эти дни я была взволнована и подавлена семейным несчастьем, вернее, тяжким горем, обрушившимся на моего отца. 8 февраля 1936 года скончалась Александра Юльяновна Каннель, друг и спутница жизни моего отца с самых первых лет революции. Она умерла при странных обстоятельствах, почти скоропостижно. В том году на дворе стояла вьюжная морозная погода, типичный московский февраль. Александра Юльяновна простудилась, но у нее был обыкновенный насморк. Неожиданно он перешел в острый Менингит, и в течение двух-трех дней она сгорела. Мой отец потерял друга, опору в жизни любимую женщину, излучавшую для него свет. Еще недавно, когда он был тяжело болен, и я навещала его в Кремлевской больнице, к нему в палату вошла Александра Юльяновна. Какими преданными, полными любви и надеждой глазами смотрел на нее отец. А на гражданской панихиде, указывая мне на открытый гроб, он произнес с невыразимой нежностью «Посмотри, какая она красивая!» Я была поглощена о чувством тревоги за него и состраданием к его горю. Но на происходящее вокруг смотрела спокойными глазами. Конечно, я ожалела Дину и Лялю, которых знала с детства, знала, как горячо они любили свою мать, но все взрослые годы мы были так далеки друг от друга, что они стали мне совсем чужими. Я холодно отмечала для себя, что доктор Лев Григорьевич Левин процитировал Натсона в своем надгробном слове, и что среди множества Левенков выделялся один, присланный лично от Молотова. Тогда еще нельзя было предвидеть, какой бедой обернуться через три года для дочерей Канель ее дружеские связи с семьями Молотова, Каменева, Калинина. Она ведь была их домашним врачом и, конечно, знала много тайн Кремлевского двора. А наша семья была так далека от этой стороны папиной жизни, что, сочувствуя его горю, мы не задумывались о загадочном течении болезни Александра Юльяновны, не помышляли о событиях и фактах, которые сжигали тревогой душу моего отца. Постепенно эти события становятся все более известными. Вот в какой связи упомянул о смерти Канель профессор Рапопорт в своих воспоминаниях о деле врачей «Смотри, Дружба народов», 1988, номер 4, страница 227. Возьму на себя смелость предположить, что подлинной причиной осуждения Плетнева и Левина было немнимое их участие в умерщвлении Горького, а совершенно реальное событие 1932 года самоубийство жены Сталина Аллилуевой, покончившей с собой выстрелом из револьвера в висок. Истинную причину смерти знали Канель, главный врач Кремлевской больницы, ее заместитель Левин и профессор Плетнев. Всем троим было предложено подписать медицинский бюллетень о смерти, последовавшей от аппендицита, и все трое отказались это сделать. Бюллетень был подписан другими врачами, судьба же строптивых медиков сложилась трагически. Канель, правда, успела умереть в 1936 году. Еще определеннее высказалась старшая дочь Александра Юльяновна, Дина, Надежда Вениаминовна, но она рассказывала и о своей трагедии, о своем аресте в 1939 году, о своем деле, которое вел Берия, об издевательствах и побоях на допросе и дальнейшей своей судьбе. Она была окончательно реабилитирована лишь после смерти Сталина. Еще страшнее оказалась судьба младшей сестры Ляли, Юлии Вениаминовны. Она уже не вышла на волю и, очевидно, была расстреляна в 1940 году. Лаконичный рассказ Дина напечатан в сборнике «До дне стяготеет», выпуск 1, «Москва, советский писатель», 1989, страница 496. «Думаю, это было предопределено еще в 1932 году, когда моя мать, главный врач Кремлевской больницы, а вместе с нею доктор Левин и профессор Плетнев отказались подписать фальсифицированное медицинское заключение о смерти Аллилуевой, последовавшей якобы от острого приступа аппендицита. Сталин не простил этого ни одному из троих. Судьба Левина и Плетнева, обвиненных в преднамеренном убийстве Горького известно, моя мать в 1935 году была отстранена от должности главврача Кремлевки, она скончалась в 1936 году. Очерк Надежды Каннеля заглавлен «Встреча на Лубянке». В нем рассказывается о встрече в тюрьме с Ариадной Сергеевной Эфрон. Вот почему более подробный рассказ дочери Александры Юльяновны передан в книге Марии Белкиной «Скрещение судеб», посвященный судьбам Марины Ивановны Цветаевой и ее детей Ариадны и Георгия Эфрон. Москва, книга, 1988, страница 351-352. Тут болезнь и смерть Каннель изложены со слов Дины гораздо подробнее. Эти подробности, конечно, остро волновали и угнетали моего отца, но я в ту пору понятия о них не имела. Когда Александра Юльяновна была больна легким гриппом, сообщала Дина Белкиной, неожиданно пришел Юра Каменев, которому было тогда лет двенадцать. Его прислала мать Ольга Давыдовна Каменева из Горького, куда она была выслана после первого ареста. Ее муж, Лев Борисович Каменев, уже сидел. Процессы уже начались. Юра пробыл недолго в комнате у Александра Юльяновны, продолжает Белкина. Он торопился на обратный поезд. Александра Юльяновна вышла к ужину, взволнованная, с красными пятнами на лице. Она была рассеяна, нервна и, посидев немного, удалилась, сославшись на плохое самочувствие. Дина допытывалась, что произошло, что сказал ей Юра, но Александра Юльяновна уверяла, что он зашел только передать привет от Ольги Давыдовны. Именно после этого визита подростка насморк больной перешел в Менингит, и через четыре дня после этой встречи она скончалась. Только в 1941 году в Орловской тюрьме Дина узнала, почему приход Юры сыграл роковую роль в жизни и в этой тюрьме она оказалась в одной камере с Ольгой Давыдовной. Здесь не место рассказывать, в каком трагическом положении она ее застала. Лев Борисович и их старший сын, летчик Александр Львович, Лютик, были расстреляны, а после долгих запросов о судьбе Юры она получила извещение о смерти юноши, как было сказано, от Тифа. В это время немцы подходили уже к Орлу, и Ольга Давыдовна в числе других политических заключенных была расстреляна. Ее увели на расстрел при Дине, но незадолго до казни она успела ответить на Дине на вопрос, что же именно сказал Юра Александре Юльяновне. По поручению Ольги Давыдовны Юра предупредил Александру Юльяновну, что о ней много раз спрашивали, особенно интересовались, кто сообщил Каменевой о самоубийстве Аллилуевой. Невестка Каменевой, то есть жена Лютика, указала, что это была Каннель, приехавшая к ним домой в день смерти Аллилуевой. Александра Юльяновна уже знала об этом от жемчужины, которая вовсе не думала, что это станет государственной тайной. Страх и волнение Александры Юльяновны, получившей такие известия, вполне понятны. Впоследствии Дина только благодарила судьбу, что мать умерла дома, в своей постели, не пережив кромешного ужаса последующих репрессий. Когда Дину и Лялю арестовали в 1939 году, от них добивались признания, что мать была шпионкой трех государств, ведь она, как врач кремлевской больницы, сопровождала ездивших за границу для лечения Каменеву в Берлин, Калинину в Париж, а жемчужину на разные курорты. Мы с сестрой старались облегчить горе отца, не догадываясь о всей остроте его переживаний. Между тем, в той среде, к которой мы не имели отношения, многие искренне сострадали моему отцу, казавшемуся постаревшим на десять лет. Среди сочувствующих был Владимир Дмитриевич Бочбруевич. Желая выказать внимание моему отцу, он принял меня на работу в недавно организованный им литературный музей. До этих пор мне было это недоступно. Как уже не раз говорилось на страницах этой книги, я не попала в надлежащую колею после окончания университета, а теперь через десять лет дело казалось уже безнадежным. Но вот большое потрясение нарушило стереотипный порядок. На волнении счастья моего отца я получила работу, значительно изменившую мою жизнь. Глава шестая. Это была договорная работа в отделе комплектования рукописей. На такого рода аккордные задания по описанию, систематизации и аннотированию архивных документов были отпущены специальные средства во все музеи и публичные библиотеки, имеющие соответствующие отделы. Большая группа интеллигентных людей занималась этой работой вплоть до самой войны, переходя из одного музея в другой по мере увеличивающейся потребности в разборе накопившихся бумаг. Очень поощрялось приглашение на эту работу старых дам, знающих языки, так как эпистолярная и мемуарная часть дворянских архивов почти всегда велась по-французски, реже по-английски и по-немецки. Хотя я плохо знала иностранные языки, я попала в эту группу и в годы 1936-1940 разбирала рукописные фонды литературного исторического музея библиотеки имени Ленина, а в 1946 году Ицгали. В литературном музее, выросшем на энтузиазме его директора Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича, его сотрудницы Клавдии Борисовны Суриковой, я попала в особую атмосферу. Все сотрудники любили музей как родной дом. Среди них было много родственниц старых профессоров и дореволюционных писателей или помощниц и домочадцев ныне действующих литераторов. Громкие фамилии Тургенева, Бакунина, Давыдова так и пестрели в ведомостях на зарплату и в наших повседневных разговорах. Старик Давыдов пел под гитару цыганские романсы и был олицетворением той усадебной культуры, о которой напоминала своим искусством и своим происхождением Великая Бухова. Часто появлялся в музее Пигарев, внучатый племянник Тютчева. Он работал в Муранове, где был хранителем и научным сотрудником дома-музея Боротынского и Тютчева. Синебрюхов конкурировал со знаменитым Чулковым в доскональном знании дворянской генеалогии. А еще была дочь поэта Фофонова, немножко странная, с большими мечтательными глазами, в обеденный перерыв она рассказывала у Камина в музее. И эта литературная часть трудового дня была обработана изящно, со своей сервировкой и использованием всех возможностей уюта старинного особняка. Так вот, она рассказывала свои ужасные сны, кровавые, преступные. Всегда доброжелательный, всем интересующийся и любящий популяризаторскую работу Николай Палчан-Циферов был одним из самых уважаемых персонажей в этом коллективе. Он был вдохновенным городоведом, достаточно вспомнить его известную книгу «Душа Петербурга», и был совершенно романтически влюблен в Наталью Александровну Герцен, являясь страстным апологетом любви к ней самого Герцена. Когда он читал лекции о демоне, он пробуждал у слушательниц высокие чувства проповедью любви как особой духовной категории. Обнаружение любовных писем жены Герцена Гервигу потрясли Николая Палча. Злые языки утверждали, что эта измена убила его. Он действительно умер вскоре после появления в печати этой сенсацией. В разговоре он иногда, к слову, поминал Соловки, где успел отсидеть несколько лет. Однажды говорили об особой этике уголовников. Но, продолжал Николай Палч, теперь уже этого нет. Они теряют свою приверженность к нелепым, уродливым, но своим железным законам. Другой раз речь шла о религии, как она поддерживает стойкость духа. И в пример привел эпизод из своей жизни заключенного. Чем-то он навлек на себя особый гнев своего непосредственного начальника, и тот послал его чистить нужники. Это тяжелое испытание Николай Палч вынес с достоинством, и помогло ему в этом особое внутреннее состояние. Он описал его в нашем разговоре как религиозное, но я не помню подробностей. Очень активная и добрая дочь профессора У была нежно привязана к своему парализованному отцу и к брату. В буфете она всегда покупала на свой скудный заработок конфетки, чтобы побаловать отца. Мы знали о подробностях ее домашней жизни. Бывшую профессорскую квартиру, конечно, уплотнили, но была оставлена проходная комната, служившая им столовой. И как только семья садилась завтракать, соседи проносили через эту столовую свои ночные горшки. Видимо, поведение подобного рода, которому все мы подвергались в большей или меньшей степени, было способом самоутверждения для тех, кто 20 лет тому назад не смел входить в господские комнаты без зова или садиться в присутствии благородных хозяев. У собралась в командировку в Ленинград, и я попросил ее передать мое письмо Ахматовой. Она взяла, но на следующий день вернула, не могу. Знаете, ее сын Гумилев. В таком же духе отзывался о Леве Борис Садовский, которого часто навещал в его квартире в Новодевичьем монастыре Николай Палыч. «Непримирим», отзывался Садовский о Леве в разговоре с Анциферовым. Эх, дворяне-дворяне! Они были особенно напуганы и соблюдали осторожность, но зачем же самим искусственно создавать атмосферу политической неблагонадежности вокруг несчастного сына Гумилева? Кстати, я не уверена, что Лева заходил к Садовскому. Сотрудники этого музея, как, впрочем, и всех других, вели или делали вид, что ведут какую-нибудь научно-исследовательскую работу для повышения своей квалификации и улучшения материального положения. Одни брали себе тему и карпели над ней годами, не способные к активному научному мышлению. Другие смотрели на штатную работу в музее, как на необходимую базу, а в оставшееся время работали не за страх, а за совесть в какой-нибудь любимой области. Среди людей этой категории, помимо Анциферова, выделялась скромная, бедная, образованная, с глубоким сияющим взором и седыми пышными волосами Ольга Геннадьевна Шереметьева. Это была настоящая подвижница. Она сотрудничала с Дмитрием Ивановичем Шаховским по изучению наследия Чаодаева. Это она выделила в хранилище Ленинской библиотеки книги, принадлежавшие русскому мыслителю. На полях было нанесено его рукой множество пометок. Короче говоря, она собрала библиотеку Чаодаева. К сожалению, как мне говорили, эти книги, числящиеся в библиотеке по фамилиям их авторов и отмеченные разными шифрами, были после войны вновь расставлены по старым местам, и вряд ли найдется теперь человек, который способен был бы их разыскать. Впрочем, я не осведомлена, каково положение дела в настоящее время. Ольга Геннадьевна охотно помогала мне в работе. Переводила с французского нужные мне письма из архивных фондов и сама приносила выдержки, относящиеся к теме моей исследовательской работы. Этой темой явилась биография Лермонтова. Началось это так. В квартире Мандельштамов на Щекинском переулке остановился Борис Михайлович Эхенбаум, приехавший из Ленинграда в Москву с женой и всегдашним спутником этой семьи Александром Осиповичем Маргулисом, героем Мандельштамовских Мургулет. С Эйхенбаумом я мечтала поговорить с тех пор, как прочла в журнале «Литературная учеба» 1935-й, номер 6-й, его увлекательно написанную статью «Основные проблемы изучения Лермонтова». Это была необыкновенная историко-литературная статья, она вся была проникнута пафосом новизны. Эхенбаум выделил белые места таинственной биографии Лермонтова, неожиданно и изящно группировал факты, открывая этим новые пути для поисков истины. Одной из поставленных им проблем был вопрос об адресатке раннего лирического цикла Лермонтова. Тут же Эхенбаум указал, что этим энергично занялся Иракли Андроников. Года через три его поиски воплотились в известном рассказе «Загадка Н.Ф.И». Об этом молодом человеке ему было в те годы 26-28 лет. Я уже много слышала от людей, бывавших в Ленинграде. Рассказывали о его необыкновенном даре имитации, об абсолютно музыкальном слухе, неуемном артистическом темпераменте и импровизированных устных рассказах в домашней обстановке. Какое-то шестое чувство подсказывало мне, что тут я найду себя. В занятии Гумилевым я очень быстро дошла до слишком близкого предела. Книги и журналы были прочитаны, но получить рукописные архивные материалы по Гумилеву было невозможно. Я была хорошо знакома с Маргулисом и попросила его представить меня Эхенбауму. Маргулис доброжелательно болтал, как всегда, обо всем. О том, как их принимает Вера Якольна и о том, какое значение имеют рисунки Гагарина, привлеченные Эхенбаумом к своим работам о Лермонтове и об Ираклии с его визитами к родственникам Натальи Федоровны Ивановой. Эхенбаум принял меня так, что я потом вспоминала декабриста Батенького, который сравнивал два типа государственных деятелей Аракчеева и Спиранского. Царский фаворит и тиран Аракчеев придавал чрезвычайную важность всему, что он делал, давая понять, что обыкновенному смертному это недоступно, а преобразователь Спиранский все делал с таким видом, как будто это очень легко, всякий может, если захочет, составлять новый свод законов, подготовлять реформу образования, быть председателем государственного совета. По этой классификации Эхенбаум принадлежал к типу Спиранского. Его не смутила моя неискушенность в исследовательской работе, не отпугнуло отсутствие у меня навыков библиографической работы, он сразу предложил мне заняться розысками материалов о кружке 16, участником которого был Лермонтов. Кроме самого этого факта, о 16 ничего больше не было известно. Как же к этому подступиться, сомневалась я. Очень просто. Вначале нужно покопаться в именных указателях русской старины, русского архива, исторического вестника и тому подобных изданиях. Затем сделать выборки из библиографического словаря, а там пойдет само, любезно объяснил Борис Михайлович. Да, все пошло само, но каждый шаг вперед оказывался в Ленинской библиотеке скачкой с препятствиями. Стало легче, когда я получила билет в специальный читальный зал. Он размещался на хорах блистательного общего зала. Не надо забывать, что Ленинская, бывшая румянцевская библиотека, занимала знаменитый дом Пашкова. С хоров можно было заглядеться на длинные черные столы, выделявшиеся на фоне белоснежных колонн, на сияние хрустальных люстр, на безукоризненный ритм в расположении лепнина на потолке и карнизах. Пропуск в спецзал мне помог получить Иракли Андроников, переехавший в то время из Ленинграда в Москву. Мы с ним подружились. Все это вместе сливалось в цельное ощущение чего-то нового, вошедшего в мою жизнь. Я убеждена, что любовь к своему делу, помимо прямого содержания работы, питается еще влюбленностью в аксессуары, сопровождающие этот труд. Такое сочетание и создает чувство призвания найденной дороги. Между тем, проблема шестнадцати была исключительно трудна. В литературе были названы только десять участников этого кружка, и то по одним фамилиям, без инициалов и званий. Даже такие знатоки дворянских родословий, как корифеи Литературного музея Николай Петрович Чулков и Степан Ильич Синебрюхов утверждали, что установить их личность совершенно невозможно. Тем не менее, посовещавшись с Ираклием, я решила обратиться к высочайшим приказам, так как по суммарной характеристике этих товарищей Лермонтова многие из них успели уже повоевать на Кавкаде. Однако опять препятствие. Переплетенный том высочайших приказов читателям Ленинской библиотеки не выдавался. Выручила библиотека исторического музея. Там меня надоумили, что высочайшие приказы печатались также и в военной газете «Русский инвалид». В историческом музее сохранились номера за все годы. И тут счастливая находка. Оказалось, что в конце номера регулярно печатались мельчайшим шрифтом списки приехавших и уехавших из Петербурга. Когда из этих скучных столбцов стали выныривать имена Лермонтова, его друга и родственника Монго Столыпина или князя Александра Долгорукова, знакомого нам по его рисунку к стихотворению Лермонтова, трудно передать охватившее меня волнение. Я как будто дышала особым воздухом удачи. Думали ли современники, что эта казенная рубрика может кого-нибудь заинтересовать, кроме отставных военных чинов? Поэт Иван Иванович Дмитриев, например, сочинил на эту тему ироническую эпитафию, напечатанную в начале прошлого века. Здесь бригадир лежит умерший в поздних летах. Вот жребий наш каков. Живи-живи, умри, и только что в газетах осталось выехал в Ростов. Но мне эти десять дней, проведенных с самого утра до позднего вечера на пятом этаже здания на Красной площади, открыли дорогу к новым находкам. Так началась моя многолетняя работа в архивах, расширявшаяся с каждым годом. Официальные отношения в Государственные архивы мне любезно предоставлял Бонч Бруевич. Жизнь моя проходила теперь между Литературным музеем, рукописным отделом Ленинской библиотеки, где я занималась такой же договорной работой, как в музее, и военно-историческим архивом. Этого направления моей работы не могли понять ни Надя, ни Евгений Яковлевич. По их представлениям занятия истории литературы сводятся либо к высказыванию критических подчас экстравагантных суждений либо к писанию мемуаров. Как только я начала заниматься Лермонтовым, Надя стала бояться, что я буду писать мемуары о Мандельштамах. Я слишком много знала по ее мнению. Как я уже писала, эти опасения сказались с полной силой в Воронеже, где Осип Эмильевич упрекал меня, конечно, инспирированный Надей, в намерении писать о нем мемуары после его смерти. Эти подозрения казались мне смешными, мои занятия были очень далеки от составления мемуаров, а отношение к Осипу Эмильевичу и Анне Андреевне было чисто личным, далеким от любопытства к знаменитостям. Глава седьмая Вернувшись из Старков, Анна Андреевна провела дней десять-четырнадцать в Москве. Она жила у меня, все наши были на даче или в отпусках, у меня тоже был перерыв в работе, хотя она креплой загорела в Старках, где купалась в Москве-реке и чувствовала себя хорошо среди любящих ее людей, в городе она опять страдала от разных недомоганий. Мы много времени проводили дома. Внешний вид Ахматовой этих дней замечательной выразительностью и точностью запечатлен на фотографии сделанной в Старках Горнунгом. Это известный портрет. Анна Андреевна сидит с ногами на диване, обитым полосатым тиком. Фигура, руки, шея, челка, само лицо удивительно верны. На другой маленькой любительской карточке Ахматова, повязав голову косынкой, сидит на лавочке против Маринкиной башни. Она мне подарила обе фотографии с надписями «Милая Эмми Ахматова на память о моих московских днях 1936 года, 26 июля». В тот же день надписана другая «Эмми в знак самых нежных чувств Анна «Я в Коломне». С первых же дней Анна Андреевна стала звонить по Левиным делам разным влиятельным лицам. В пустующем кабинете моего отца стоял добавочный телефонный аппарат, и она звонила оттуда. Напряженно выпрямившись, она сидит в плоском ковровом кресле и держит возле уха трубку. Она набрала кремлевский номер и ждет, пока к аппарату подойдет Осинский. От унижения ее все с ног до головы начинает сотрясать крупная дрожь. Я гляжу на нее со стесненным сердцем, какое породистое, гибкое и нервное существо, думаю я. На досуге мы много болтали, Анна Андреевна охотно вспоминала десятые годы, рассказывала о своих увлечениях, показывала какие-то фотографии, намекала, кому что посвящено в четках и белой стае. Я все тут же забываю, потому что не понимаю ни типа мужской красоты того времени и тогдашнего характера любовных отношений. Десятые годы для меня отдаленнее, чем Пушкин, но один из ее рассказов врезался в память. Она возвращалась с Гумилевым в царское село. На вокзале в Петербурге им встретился некто, Анна Андреевна всегда говорила таинственно, завел разговор с Колей, а я дрожала как арабский конь. Знаю, видела, какой-то горячий и гордый человек, с нежностью думаю я, и от этого двойного впечатления запоминаю сцену на царско-сельском вокзале на всю жизнь, как будто была там сама. Через 30 лет узнаю, некто, заставивший так вздрогнуть Ахматову, был Александр Блок. 5 августа 1914 года он отметил в своей записной книжке встречу на царско-сельском вокзале с Ахматовой и Гумилевым, а она назвала Блока в своих воспоминаниях, описывая совместный обет трех поэтов на том же вокзале в первые дни войны. Осинский или кто другой поддержал Ахматову, не помню, но направили ее в комитет по высшей школе. Она была на приеме, ей предложили позвонить по телефону дней через пять, затем еще через три дня и так откладывали решение, между тем Анна Андреевна явно заболевала, надо было возвращаться домой. Она уехала и просила меня позвонить в комитет, а там все то же самое, позвоните через пять дней, через три, через неделю и так далее. Естественно, что я не могла бросить это дело и на целый месяц звонки в комитет управляли моим образом жизни. В сентябре ко мне в литературный музей неожиданно явился Лева. Он вернулся из экспедиции. Мы вышли с ним на улицу, я ему рассказала, как обстоят дела в комитете. Прощаясь, он так крепко жал мне руку и благодарно смотрел в глаза, будто я рисковала для него жизнью. Меня удивляло, что он придает такое значение поступкам, считающимся в моем кругу естественными. Неужели он мог себе представить, чтобы кто-нибудь, взявшись выполнить поручение дружеской семьи, бросил бы его на полдороги? Вечером у меня дома он говорил, что теперь у него атрофированы все чувства, кроме благодарности. Это было наше первое свидание после его ареста и освобождения прошлой осенью. Тут он мне кое-что рассказал. Дело велось так, что казалось ему и Пунину грозила суровая кара. Чуть ли не вышка. Особенное внимание следствия привлекло то, что среди той роковой беседы за ужином Лева побежал на кухню за ножом, чтобы нарезать хлеб. Доносчик преподнес это кому следует как символический жест, намекающий на подготавливаемый ими террористический акт против Сталина. Поэтому Лева испытывал чувство благодарности к освободившему его Сталину. Тут же он мне сообщил. Имейте в виду, что на вопрос у кого я бывал в Москве я назвал Ардовых. Это все равно известно. И вас. Больше никого я назвать не мог. И вот прощенный Сталином, но опять непрекаянный Лева сидит на подоконнике моей комнаты и рассуждает. Знаете, какая разница между евреями и русскими? Евреи делят всех людей на своих и чужих. Чужим они горло перегрызут, а для своих готовы на все. Вот вы считаете меня своим. Русские тоже делят людей на своих и чужих. Чужим они тоже горло перегрызут, а про попавшего в беду русского подумают. Он, конечно, свой брат, а все равно наплевать. Лева относился к евреям с любопытством иностранки. Впрочем, с таким трудом добиваясь высшего образования, он, по словам Анны Андреевны, часто повторял, теперь я понимаю евреев, имея в виду процентную норму для евреев при поступлении в университет в царской России. А решения в комитете все еще не было. В хлопоты вмешался Ардов. Он воспользовался обвинениями против Зиновьева, чтобы преподнести начальству из комитета ходячую версию о смертном приговоре поэту Гумилеву. Ленин, мол, его помиловал, но Зиновьев, по собственному разумению, приказал его расстрелять. Развязный, авторитетный тон Ардова производил впечатление в кабинетах начальников. Ардов в те годы жил хорошо. Водил Леву в метрополь, катал на такси. В комитет приходил вместе с ним. Лева каялся мне. Я здесь для вас, но я не могу устоять перед красивой жизнью. Дом Ардовых импонировал ему своей, как ему казалось, артистической светскостью. Там бывают только блестящие женщины. Вероника Полонская или дочь верховного прокурора или жена Ильфа. Над Тахтой Нины Антоновны портреты влюбленных в нее знаменитых поэтов, например, Михаила Светлова, а в ногах вот сидит Гумилев. Вероятно, мое изображение этого дома кривое зеркало, но таким я его получила из рук Левы, Нади, Анна Андреевна говорила об Ардовых иначе, но тоже с неспокойным пристрастием. Нина Антоновна кокетничала с Левой, и он откровенно признавался. Я не могу оставаться равнодушным, когда она лежит с полуоткрытой грудью и смотрит на меня своими блестящими черными глазами. В один из вечеров прибежал ко мне Сардынки вне себя. В комитете окончательно отказались восстановить его в Ленинградском университете, так как тамошняя администрация решительно протестовала. Предложено было, однако, поступить в Московский университет, но не на третий, а на первый курс, и не на исторический, а на географический факультет. По-видимому, это выхлопотал Ардов. Лева был смертельно оскорблен. Он чувствовал себя прирожденным историком, а вовсе не стремился числиться студентом, готовящимся к любой специальности, да еще начинать сначала, в 24 года. А Нина Антоновна подходила к этому вопросу практически. Ей мало были понятны проблемы призвания, и не догадывалась она об одаренности Левы. Она настойчиво убеждала его смириться и пойти по указанному пути, который как-никак сулил относительное благополучие. Так как, убеждая его, она не скупилась на норовоучение, он в крайнем раздражении убежал через площадку к Клычковым, где к нему так хорошо относились и где он в этот свой приезд жил. Вообще говоря, Лева очень смешно рассказывал об этом доме. Как-то к Клычкову зашел знакомый актер. Услышав Левину фамилию, он так испугался, что стал пятиться. Клычков рассердился «А ты поп-поп!» Этот актер был сыном священника. Вдова Клычкова, Варвара Николаевна Горбачева, ее литературный псевдоним, рассказывая в своих воспоминаниях о том же эпизоде, заметила, что этот актер не был сыном священника. Но на этот раз ни деятельное доброжелательство Ардовых, ни горячая дружеская поддержка Клычковых не могли успокоить Левину тревогу. Он переживал свою неудачу как катастрофу. «Я страдала вместе с ним, так как верила в его призвание. Но все же почувствовал, что сейчас эту напряженность нужно снять. Черт с ним, Левушка, сказала я. Не обязательно учиться в университете. Раз это идет с таким скрипом, то и не надо. Все равно будете историком». Это казалось именно тем, что было нужно в настоящую минуту. С чувством величайшего облегчения Лева вскричал «Эммочка, вы единственная женщина, которую я по-настоящему люблю». Но на следующее утро умиротворенный отрезвленный заплакал. Маму жалко. Хлопоты в комитете продолжались, однако еще недели две-три. Лева начинал примиряться с возможностью учиться в Москве, хотя и на первом курсе, и на географическом факультете. Но где ему жить в Москве? В общежитии? Мы все понимали, что это невозможно для него. Ардовы нашли ему какую-то комнату или угол, но я не считала, что знакомое из их круга подходящее соседство для Левы. В конце концов, все утряслось. Лева поехал в Ленинград за вещами, чтобы вернуться в Москву и поселиться в предложенной ардовыми комнате. Прошел ноябрь, декабрь, о Леве ни слуху, ни духу. Вначале я просто тревожилась за его судьбу, но от Анны Андреевны не приходило никаких известий о какой-нибудь беде. Пришлось убедиться в невеселой истине. Лева меня бросил. Я вспоминала Женевьеву, прачку из романа «Золя», от которой уходил любовник, удаляясь по знакомой Парижской улице и так больше никогда и не вернулся. Только много времени спустя я случайно узнала, что Лева поступил точно так же с Клычковым, которому неловко было кого-нибудь спрашивать, куда он исчез. Я-то узнала, что он приблагополучно живет в Ленинграде. Мне об этом рассказала моя Лена, ездившая туда встречать Новый год. Я передала через нее письмо к Анне Андреевне с библиографическими справками и выписками о Гумилеве. Лена привезла мне ответ Анны Андреевны, где гумилевские материалы условно названы Лермонтовскими. 31 декабря 36-го года. Милая Эмма, я до сих пор не поблагодарила вас за ваше осеннее гостеприимство и заботы обо мне. Простите меня. Уже четыре месяца я болею, сердце мешает мне жить и работать. Сейчас мне принесут вашу статью о Лермонтове, и я буду читать ее в новогоднюю ночь. Меня сняли с пенсии, что, как вы можете себе представить, сильно осложняет мое существование. Надо бы в Москву? Да сил нет. Целую вас крепко. Ваша Анна. Письма Ахматовой надо уметь читать. Написанная карандашом, эта записка сообщала белым голосом о важных событиях в ее жизни. Болезнь сердца, разумеется, усугублена душевным расстройством, о котором мне представляется догадываться. Я понимала, что мои выписки о Гумилеве она не будет читать под Новый год, но зато узнала, что она проведет новогоднюю ночь в полном одиночестве. Жизнь у Пуниных становится невыносимой, так как Анна Андреевна лишилась пусть небольшой, но все-таки своей пенсии. Она получала персональную пенсию за заслуги перед русской литературой. О Леве ни слова. Глава восьмая. А жизнь шла своим чередом. Я встречала много новых людей. Не нарушались и привычные дружеские связи. Мы много смеемся, потому что моя Лена прекрасно рассказывает анекдоты. Я тоже не лишена чувства юмора, хотя Лена называет его Щедринским. С сотрудниками музея мы свободно обмениваемся в курилке критическими репликами. Когда вечером, выйдя из музея, мы переходим на другую сторону Моховой и оказываемся в рукописном отделе Ленинки, там скрип наших перьев то и дело прерывается каким-нибудь веселым замечанием. Многие штатных и внештатных сотрудниц отделы рукописей тоже носили громкие имена художников и философов прошлого века. Свояченицы, внучатые племянницы или троюродные сестры уехавших знаменитостей были сокрушительно бедны, поэтому все слегка сумасшедшие или надрывно веселы, или одержимы бурными любовными страстями, зарождавшимися и развивавшимися тут же в библиотечной среде. Меня тоже иногда кто-нибудь из немногочисленных сотрудников мужского пола или даже читателей провожал домой. На этот счет сплетничали, но все это не имело никакого отношения к моей душе. Административные функции в отделе рукописей выполняла очень строгая и педантичная женщина, по-видимому, коммунистка с русами, гладко причесанными волосами, стянутыми на затылке в пучок. Много лет спустя мне сказали, что в юности она была личным секретарем Гершинзона. Обо мне она говорила, что работник хороший, но прибавляла очень капризное. Капризное это еще ничего. Трудный характер. Вот что неизменно фигурировало во всех моих служебных характеристиках. Очень поздно я поняла, что это был условный термин для отдела кадров. За свою жизнь мне приходилось выслушивать от окружающих самые разные претензии, но слова «трудный характер» не произносились с тех пор, как я перестала служить. В памяти мелькает несколько эпизодов той поры, но я не могу восстановить хронологическую связь между ними. Впрочем, одно, в сущности, мимолетное впечатление датируется сравнительно точно, потому что связано с конкретным политическим событием. на общем собрании сотрудников отдела нам сообщают, что всем необходимо прослушать чтение текста новой Конституции Советского Союза. Кто будет читать вслух? Одна из сотрудниц, держа в руке карандашик, изящно указывает им на меня. Мне это лестно, потому что она хорошая женщина, молчаливая, хрупкая, держится особняком от остальных. Ей не о чем болтать с ними. Она не вспоминает о вечерах в Политехническом музее, где однажды выбрали королем поэтов незабвенного Игоря Северянина, не вспоминает Навьечара Сологуба. Она не рассказывает о забавных находках в переписке давно ушедших дворянских семейств. У нее совсем другой материал под руками. Она работает в другом помещении над уникальным собранием древнееврейских рукописей. О том, что в библиотеке хранятся ценнейшие документы чуть ли не времен древних пророков, я услышала от одного отдела рукописей Воеводина. Он говорил, что эти реликвии некому описывать, никто не владеет древним мертвым языком. А вот теперь я воочию увидела ту, которая обладала столь высокой и редкой квалификацией. Ее фамилия была Шапиро. Потом была война, и сокровища Ленинской библиотеки были эвакуированы далеко на восток. А после войны, когда они были возвращены на свои места, началась губительная полоса государственного антисемитизма. Вряд ли кто-нибудь вспоминал тогда о ценнейшем собрании древнееврейских рукописей в Ленинской библиотеке. Еще один эпизод, относящийся к моему пребыванию в отделе рукописей, датируется довольно точно. Речь идет о знаменитом кардиологе Дмитрии Дмитриевича Плетневе. Напомню, что еще до страшного судебного процесса и казни Плетнева, обвиненного в убийстве Горького, против этого знаменитого врача была развернута разнузданная кампания в печати. Некая гражданка Б, хороший псевдоним, написала вправду, что Плетнев, к которому она обратилась по поводу болезни сердца, во время приема кусал ее грудь, отчего она заболела хроническим маститом. Все это обсуждалось на страницах правды. Плетнева, в частности, винили и за то, что он обращался в милицию, прося защитить его от приставаний безумной. А та действовала по всем правилам, звонила по телефону, писала угрожающие письма, подстерегала на улице, приходила со скандалами к нему в клинику. Наконец, на страницах центральной прессы появились статьи, подводящие убийственный итог этой травли. Помню, как Анна Андреевна, прекрасно знавшая и понимавшая окружающую реальную жизнь, заметила, что правду читают вслух на политчасе в школах. Как будут воспринимать подростки, почти еще дети, грязной подробностью, уснащавшие эти статьи? Но наши дамы, владевшие французским, английским и немецким, всецело взяли сторону гражданки Б. Они возмущались извращенным сладострастием старика Плетнева, обсуждали фильетон, цитировали отдельные места. Тут я не выдержала и выпалила. Вранье! На это полетели гневные реплики, но это напечатано в правде. Мы привыкли верить правде. В ту же минуту из-за стеллажа с книгами вышел человек с тусклой и жесткой физиономией, один из тех, кого Евгений Яковлевич называл серенькими. Внимательно оглядел нас и, не проронив ни слова, снова скрылся за стеллажами. Это был заведующий только что организованным архивом Горького. Он занимался в Ленинской библиотеке отбором материала, передававшегося в этот архив. Год спустя наши образованные дамы с таким же простодушием отнеслись к сообщению, что Ягода изменил родине. И чего ему не хватало? Ведь у него все было, удивлялись они, впервые почувствовав свое моральное превосходство над этим страшным человеком. Гораздо непосредственнее откликнулся на суд над Ягодой милиционер, стоявший у входа в рукописный отдел. В те времена устав службы выполнялся неукоснительно. Часовой проверял пропуска, но ни одним живым словом не позволял себе обмениваться с мелькающими в вестибюле читателями. Однако тут он не выдержал. Подумайте только, сам Ягода. Даже слову Лубянка было страшно произнести, а вот он, какой оказался, фашист. А как он жил? Я дежурил у него на даче. Какие пруды, какую рыбу туда напустили, зеркальный карп, караси. В литературном музее старая большевичка, пригретая Бонч Бруевичем, кое-как писавшая карточки на литературные рукописи, валилась в сердечных припадках, вскрикивая, а ягодка-то, ягодка! Литературный музей уже терял свой уют дворянского гнезда. Одна из сотрудниц сказала мне с горечью, что и собираться компаниями теперь нельзя, это вызывает подозрения. А бедная У теперь покупала в буфете не только лакомства для больного отца, но и то, что подходило для тюремной передачи. Ее обожаемый брат был арестован. Вскоре она стала ездить в матросскую тишину и даже раза два попадала под трамвай при этих безумных поездках, но, к счастью, выскакивала из аварии невредимой. Однажды она мне сказала мужественно и скорбно, моя жизнь кончена, так сильно она любила своего брата. Потом она перешла из литературного музея в другой, где работала много лет, была любима и ценима, какова была судьба ее брата, не знаю. Другая сотрудница литературного музея, носящая фамилию великого и состоящая в родстве с одним из блистательных писателей Серебряного века, подала заявление в спецотдел. Она сообщала, что в фондах литературного музея хранится номер эмигрантских последних новостей, где перепечатано частное письмо Бухарина политического содержания. Незадолго до этого меня поразила ее реплика, не совсем уместная в устах старой московской интеллигентки. Дело было в коридоре, где мы курили. Заговорили о том, как безобразно я сболтнула. Даже Сталин сказал и привела приписываемые ему критические слова по поводу этой новостройки. Почему даже? Поправила она меня с какой-то двусмысленной улыбкой. А в Ленинской библиотеке молодая сотрудница из так называемых коммуноидов, то есть беспартийная коммунистка с омерзением сказала о предсмертном слове Бухарина фигляр какой-то. Глава девятая. Каждый думает, что боится он один. Но боялись все. Люди старались себя убедить, что их арестованный товарищ, родственник, знакомый, действительно очень плохой человек. Собственно говоря, они всегда это замечали. Подобной реакцией самозащиты объясняется добровольное распространение дурных слухов об очередной жертве. Помню, как ухватились в театральных кругах за версию, объясняющую арест Мирхольда. Его якобы поймали на аэродроме при посадке на самолет, летевший за границу. Я верю. Сопломбом прибавляли главным образом женщины, не замечая нелепости, на которую мне сразу указала Анна Андреевна. Что ж, они думают, он собрался бежать из Советского Союза без Райх? Всем было известно, как страстно привязан Мирхольд к своей жене, актрисе Зинаиде Райх. Между тем арестован был он один, а Райх вплоть до рокового дня ее убийства в собственной квартире оставалась на свободе. Некоторые успокаивали себя мыслью, что система репрессий якобы строго продумана и логична. Ну что, что у вас может быть? Вы не крали, не участвовали в оппозициях, сын ваш рабочий устроится на хороший завод, комсомолец, что ему может угрожать? Не паникуйте. А собеседница не в силах справиться с тревогой признавалась, сын скрыл в анкете, что его отец был священник. Потом новые муки. Зачем проговорилась? О чем и вспоминать не следует. Я начала бояться еще до 1937 года. Страх налетал внезапно. В один из таких приступов я изливалась ленья. Она успокаивала меня. Возвращалась я от нее очень поздно. Как всегда, и даже больше, чем всегда, нервничал на улицах. Город показался мне военизированным. В центре мчались с невероятным тарахтением одни за другим мотоциклы. Я шарахалась от них по перекошенным площадям. Вспомнила слова сестры. Она проходила мимо дома союзов во время какого-то съезда или суда. Полно шпионов, сказала она, придя домой. Она не стеснялась выражениях, потому что помнила бутырскую тюрьму. В начале двадцатых годов наша семья ходила туда на свидание с нашим родственником, осужденным по процессу эсеров. Доехав на трамвае до нашей улицы Щепок, я немного успокоилась, но предстояло еще пройти через огромный больничный сад, пустынный и темный. Уже издалека я с облегчением увидела свет в окнах административного корпуса. Я подошла к нему как раз в ту минуту, когда с пристроенной крытой галерейки быстро сбежали по лестнице два человека. Я повернула направо к нашему дому. На крыльце стояли двое. В одном я узнала завхоза больницы очень любезного поляка, а в другом... Ну что говорить о другом, если из-за темного угла дома выдвинулась фигура часового с ружьем наперевес, с надвинутым на глаза козырьком фуражки и с жестким ртом. Это к вам, осторожно предупредил меня завхоз. Ко мне? Вот видишь, Лена, подумал я, с каким-то даже удовлетворением, но завхоз уже спрашивает нервно, почему не открывают. Спят, наверное, отвечаю, пожав плечами. Я очень старалась сохранить достоинство. А чувство было такое, будто после трудного дня я добралась наконец до теплой постели, укладываюсь, но под одеялом встречаю направленный на меня острый нож. Я повернула ключи в замке, но дверь оказалась закрытой на цепочку. Это уже фокусы соседей. Не шляйся, мол, по ночам. Когда же наконец дозвонились и достучались, я все так же, стараясь держаться гордо, направилась по коридору к своей комнате, но с удивлением обнаружила, что за мной никто не идет. Они остались в прихожей и начали стучать. Вот оно что, в комнату моего отца. Тут я испугалась. Предупредите его, обратилась я к завхозу. Все посмотрели на меня хмуро и насмешливо. Когда они вошли к папе, в передней на деревянном диванчике остался сидеть часовой, вероятно, не тот, который появился из-за угла. Этот оказался простым парнем. Правда, когда я попросил у него огонька, чтобы закурить, он протянул мне коробок спичек и тотчас отдернул руку, будто прикоснулся к жабе. Не положено. Я разбудила наших. Но, очевидно, у них был ордер только на папу. А из-за глупых дрязг жильцов и больничных служащих каждому из нас завели недавно отдельные лицевые счета на жилплощадь. Это было очень выгодно нам и совсем невыгодно больничной администрации. В данном случае это спасло меня от обыска. А обыск у папы длился. Стревоженные и напряженные мы засновали друг другу из комнаты в комнату. Вдруг мама своим нежным мелодичным голосом спрашивает «Эммочка, как ты думаешь, это не может нам повредить?» и показывает на экземпляры уроков Октября Троцкого, хранившиеся у нее в комоде. Оказывается, когда мы взрослые дети, как благоразумные советские граждане, выбрасывали эти книги, мама их аккуратно подбирала. Как это уничтожать книги? Что было делать? Выходит, у нее целый склад запрещенной литературы. Каждую минуту, думала я, они могут войти к маме, поскольку у нее не было отдельной жировки, обе комнаты числились за папой. Я вырывала из книг плотные листы, мяла их и время от времени ровным шагом отправлялась спускать их в унитаз. Часовой не обращал на мое поведение никакого внимания. Уже рассвело, а они еще здесь. Сидя в своей комнате, с ужасом слышу, как открывается папина дверь. Кто-то выбежал на улицу, подъезжает машина. Сейчас выведут папу. Я подскакиваю к его двери, они исчезли, а папа выходит к нам с глубоким вздохом облегчения, держа руку на груди с левой стороны. Очевидно, искали некий конкретный документ, не нашли и уехали. Что им было нужно? Папа ничего нам не говорил, а наши предположения вертелись вокруг кремлевской больницы. Но было еще одно обстоятельство. Я уже упоминала о нашем родственнике эссере. Это Лев Яковлевич Герштейн. Он уже отбыл десятилетний срок тюремного заключения и жил в Сибири на поселении. Его жена время от времени появлялась в Москве и часто останавливалась у нас. Приходя, соблюдала всевозможные предосторожности. Кажется, я никакого хвоста не привела с собой, озабоченно говорила она, причем по каким-то телефоны нужных людей запоминала наизусть. Записной книжки не имела совсем. Но в доме она разговаривала очень свободно. В 1936 году она прожила у нас довольно долго. Привезла печальную весть. Лев Яковлевич умер. Она наивно надеялась, что папе удастся устроить в известиях некролог и объявление о смерти бывшего члена ЦК эсеров. Маргарита Робертовна, латышка по национальности, была эсеркой с юных лет. Она вела революционную агитацию среди рижских рабочих. В партии она познакомилась с Львом Яковлевичем. До самого 1936 года в 1937 она исчезла и мы ничего не могли узнать о ее судьбе. Старался ли папа, я не знала. Она оставалась живым воплощением типа эсерки. И терминология, и внешность, и манера спокойно говорить о перенесенных страданиях и умение входить в простые жизненные интересы окружающих, все вместе делала ее образцом человека высокой внутренней культуры. С выпуклыми голубыми глазами у нее, вероятно, была базедова болезнь, с гладкими бесцветными волосами и почему-то вставными зубами, хромая, она производила впечатление учительницы. Хорошая учительница, потому что улыбка освещала все ее лицо. Терминология в ее речи не изменилась до революционного времени. Например, она говорила «публика» вместо современного советского масса. С беззлобным юмором вспоминала разные эпизоды своей жизни в подполье и ссылках. То расскажет что-то смешное об англичанах во Владивостоке, то о трогательно примитивной жизни сибирских крестьян, где она жила в ссылке в царское время. Гораздо страшнее были ее рассказы о тюрьме начала двадцатых годов, где ей отбили почки и выбили зубы, вот откуда вставная челюсть. Эпически описывала она женщину-следовательницу. Она вызывала солдат, которые избивали арестованных у нее на глазах. Она смотрела и делалась такой красивой, вы не можете себе представить. Она была садисткой. Ее скоро убрали с этой работы, миролюбиво прибавляла Маргарита. А Льва Яковлевич, когда он сидел, изводил часовой. Без перерыва поворачивал он в коридоре выключатель от электрической лампы, освещавшей камеру. Мелькание света изводило заключенных. Маргарита полагала, что часовой делал это от скуки, но можно думать, что это был умышленный прием. Она так мало говорила о перенесенных ею страданиях, что только из одной ее случайной реплики я узнала, что она сумела отбыть какой-то срок в лагере. Когда это было, я не успела определить. Во всяком случае, в 1922 году, когда был суд над эсерами, ее в Москве не было. Теперь, в 30-х годах, Маргарита нередко рассказывала о том, как жили осужденные эсеры. В тюрьме они сидели подвое в камерах. Они так надоедали друг другу, что подавали просьбы о переводе в одиночку. Рассказывала об условиях сибирской ссылки эсеров после выхода из тюрьмы, то есть в первой половине 30-х годов. Они болели ходатайствовали о перемене местожительства из-за климата, но безрезультатно. Лев Яковлевич тоже хлопотал, но ему было отказано в переезде. В ссылке он работал на очень ответственном посту, но страдал от постоянного неусыпного надзора. Однажды он так разозлился, что, увидев на улице идущего ему навстречу шпика, показал ему язык. Вместе с тем Маргарита уверяла, что мужа боялись все взяточники и воры, потому что он был хранителем государственного золотого запаса, кажется, в Оренбургском банке, и славился своей неподкупной, даже прямолинейной честностью. Я верила этому, потому что помнила еще старые семейные истории о его нраве. В отрочестве, когда он жил дома на Украине, в каком-то местечке, он сидел однажды у окна и читал, а напротив, на той стороне улицы загорелся дом, его тушили, юноша ничего не слышал, а когда дочитал, увидел вместо знакомого дома, напротив, пожарище. Такова была семейная легенда. Выйдя на поселение после тюрьмы, очевидно, в начале тридцатых годов, он жил с женой поначалу в какой-то деревне. Маргарита говорила, что в их сибирское село приезжали по санному пути молодые крестьяне километров за 60-70. Спрашивали, что надо делать. Они были готовы на политическую борьбу. Но эсеры отговаривали их от действий, уверяя, что борьба бесполезна и приведет только к новому кровопролитию и напрасным жертвам. Маргарита, сокрушаясь, добавляла, что молодежь в деревне спивается. Может быть, я не соблюдаю хронологическую последовательность в чередовании этих рассказов. Дело в том, что я мало интересовалась политической борьбой эсеров. Я была к ним равнодушна еще с тех пор, когда Лев Яковлевич, увидев у меня 16-летней книгу так говорил Заратустра, немедленно откликнулся. А ты прочла уже, как Ницше пишет, ты идешь к женщине, возьми с собой плеть. Тебе это нравится? Мне показалось это старомодной узостью взгляда. Дальше любимых им исторических писем Лаврова Лев Яковлевич, по моему тогдашнему мнению, ничего не видел. А вдовев Маргарита довольно долго жила у нас. Вероятно, после смерти мужа в Москве у нее были дела, с кем она виделась, нам было неизвестно. Но дома она охотно говорила на политические темы. От нее я впервые услышала, как Сталин подбирался к власти, постепенно заменяя на местах весь партийный аппарат своими людьми. Разительным примером был Урал, на который Троцкий полагался, как на свою цитадель. Но когда приехал туда выступать, не нашел ни одного из прежних партийцев. В Москву на съезд приехали уже совершенно новые делегаты, и голосование в пользу генеральной линии было предрешено. Так приблизительно она рассказывала. Однажды, сидя со мной на диване, она рассуждала о бесполезности политической борьбы в настоящий момент. Кокнуть Сталина, конечно, можно, но... На этой фразе дверь открылась, и в столовую вошла наша домработница Поля. Я вздрогнула, испугалась, а Маргарита, не меняя ленивой позы, закончила фразу на той же интонации, тем же ясным голосом. Так что вы, Эммочка, покупаете этот шелк, не сомневайтесь. Разве вы не заслужили новое платье? Когда Поля вышла, Маргарита дополнила свой наглядный урок наставлением «Никогда не подавайте виду, что вас застали врасплох. Нельзя так же ходить крадучись, нельзя беспокойно оглядываться». А мы с Евгением Яковлевичем понижали голос, опасаясь соседей и считая себя уязвимыми из-за дела Мандельштама. Между тем беды постигали именно окружающих, мы еще не понимали почему. У моей невестки Нади, жены старшего брата, на все такие случаи было одно объяснение. Каким образом, например, угодила в лагерь девочка из честной трудовой семьи? Ответ был прост. Из-за неподобающих знакомств с иностранцами. Сама Надя работала участковым врачом в районной поликлинике и жила впечатлениями каждого рабочего дня, что сказал Гришка, то есть заведующий поликлиникой, или Райка, коллега-врач. Это было главным в ее рассказах о работе. Она тянула своего мужа в обывательское болото. Но его не интересовало ничего, кроме своего дела. Он строил электротехническую часть метрополитена с энтузиазмом изобретателя и высокого специалиста. Мой младший брат учился на одном из последних курсов высшего технического училища имени Баумана. В это время инженеров готовили по ускоренной программе. Шла индустриализация страны, не хватало специалистов. А мой брат по характеру своему изучал любое дело досконально. Он не шел сдавать зачеты, пока не подготовится основательно. За это его травили студенты. Именно по настоянию комсомола и студенческого самоуправления он был исключен из училища за саботирование реформы высшей школы. Так он и работал лет 15 инженером без диплома, пока в 40-летнем возрасте не поступил опять в вуз и окончил его, начав с первого курса. Вся эта история сделала его психику чрезвычайно ранимой. Наша Надя взяла власть и над ним. За эти годы она стала законченной сталинисткой. По моему глубокому убеждению, главной социальной базой и моральной поддержкой власти Сталина были городские советские служащие. Я тогда уже понимала, что место, занимаемое ими в структуре тогдашнего общества, было аналогично месту мелкой буржуазии, которая по марксистскому политическому анализу поддерживала фашистские режимы в Италии и Германии. Мне запомнились кадры кинохроники первомайского парада, когда появившаяся в небе воздушная эскадрилья в сочетании с наземными войсками создала впечатляющую картину военной мощи Советского Союза. Присутствовавший на параде один из высоких японских военачальников не мог скрыть внутренней дрожи и завистливого восхищения, а Ворошилов, подойдя к нему для прощального рукопожатия, в свою очередь не мог скрыть торжествующие улыбки. Подобные кадры преисполняли гордостью нашу Надю, особенно импонировал ей приезд Идона в Москву для переговоров со Сталиным. — К нам едут, — повторяла она. — Если английский премьер приехал сюда первым, значит, считала она, он явился на поклон. Это европейцы, деловые люди, вот и все, — заметил по этому поводу Николай Иванович Харджиев. Другая наша родственница, Ида, принадлежала к малоинтеллигентной среде. Отец ее был владельцем часовой мастерской, и жили они в помещении за магазином. Это положение ее угнетало. Окончив гимназию, она не могла поступить на высшие женские курсы и стала, как это водилось, фармацевтом. Только после революции она смогла окончить медицинский институт и получить диплом врача. Не было границ ее удовлетворенной гордости. Она по праву считала, что стала человеком благодаря советской власти. Но в 1936 году ей пришлось первой из нашего окружения столкнуться с арестами, судами и тюрьмой. Квартиры у Иды не было, она жила в бывшей дворницкой, то есть в деревянном домике без удобств и даже без канализации. Это вынудило ее вступить в фиктивный брак с одним инженером из Вильно, который работал на строительстве нового дома и как застройщик получил квартиру в подвале. К несчастью, инженер был человеком неиздержанным и однажды на работе сказал в сердцах «Ах, разве с русским пролетариатом можно что-нибудь сделать?» На него сейчас же донесли, и наша родственница получила боевое крещение, нося передачу, посещая тюрьму для свиданий со своим фиктивным мужем. Она присутствовала и на суде. Нет, это не было временем особых совещаний и троек, побоев и пыток в застенках. Инженера судили обыкновенным народным судом, но это не помешало ему пробыть в лагерях и ссылках двадцать лет. На этих открытых судах Ида наслушалась и насмотрелась на быт заурядных московских людей. Вот жена, ревновавшая мужа, донесла на него, что он, читая правду, улыбался. Вот соседи дружными усилиями топили жиличку. Они подсмотрели, что она читала только классиков, пренебрегая советской литературой. И вот ее уже судят за антисоветские настроения. И как странно, кузина Ида, обязанная высшим образованием советской власти, сумела рассмотреть ее угрожающие тенденции, а невестка Надя, происходящая из очень интеллигентной семьи, сумела в несколько лет растерять все ее духовные заветы. Она превратилась в типичную городскую обывательницу-сталинистку. Глава десятая Каждый январь в договорных работах бывает перерыв перед Новым бюджетным годом. С официальными направлениями из литературного музея, которые мне любезно предоставлял Бонч Блюевич, я поехала обследовать ленинградские архивы, пушкинский дом, публичную библиотеку и хранилище, подчиненные главному архивному управлению. Поездка обещала быть интересной. Было где остановиться, я вспомнила о родственниках, живущих в Ленинграде. Мне предстояло явиться к Эйхенбауму и похвастать своей добычей из военного архива ЦГВИА в Москве. Я знала, что в встречусь с Рудаковым он уже вернулся из Воронежа. Наконец я увижу Ахматову и этим утолю свой душевный голод. Но как я встречусь с Левой? Я надеялась, что у него хватит туманей быть дома, когда я приду к Анне Андреевне. В условленное время я постучала в квартиру Пуниных. Дверь открыл Лева. Он бросился ко мне и, не дав снять шубы, стал осыпать поцелуями лицо, плечи, ноги. Как я рад, как я рад! Он учился на третьем курсе Ленинградского университета. Как удалось ему восстановиться, я не знаю. Впоследствии мне сказали, что благодаря хлопотам Николая Николаевича Пунина. На Фонтанке Лева уже не жил. Его впустил к себе приятель по имени Аксель, о котором я ранее никогда не слышала. Лева жил у него до самого ареста в марте 1938 года. Я спрашивал у него, что представляет собой Аксель. Надо же кому-нибудь быть беспутным. Вот он беспутный, отвечал Лева. Пока все не устроилось, Лева был в тяжелой депрессии и ездил куда-то не то в деревню, не то в маленький городок гостить к своему брату. Да-да, к своему единокровному брату. О его существовании Лева и Анна Андреевна узнали совсем недавно. Это было так. Неожиданно к Ахматовой пришла немолодая женщина, бывшая актриса театра Мирхульда Ольга Высоцкая. Она объявила, что у нее был роман с Гумилевым и в 1913 году она родила от него сына. Вот он сейчас войдет. Она позвала молодого человека. Арест. Анна Андреевна сразу признала его сыном Гумилева. У него руки, как у Коли, утверждала она. Лева был счастлив. Ночевал с Ориком вместе и просыпаясь бормотал. Браво! Откуда мне известны эти детали? Понятия не имею. Вероятно, рассказывала Анна Андреевна. Обедать Лева приходил на фонтанку. Мамочка, мне пора принимать пищу. Лева, не закрывай глаза, когда ты ешь. А это мое лекарство. Обеды назывались кормление зверей. В первый же день меня пригласили к столу, где собрались все. Николай Николаевич, его жена Анна Евгеньевна с Ирой, Анна Андреевна и Лева. Еще входя в квартиру, я заметила на двери записку «Звонок испорчен» с орфографическими ошибками. «Это ты?» писала, спросила я Иру шутливо, слегка покровительственным тоном, как обыкновенно говорят с подростками, но эта девочка совсем не походила на обычных детей. Она посмотрела на меня зло, ехидно и промолчала. Ира хозяйственно осматривала подливку и жаркое, которое внесла на блюде домработница. С этой женщиной Ира дружила и постоянно сидела в кухне на столе, болтала ногами и грызла семечки. Анна Евгеньевна была женщиной лет сорока пяти, гладко причесанная, с затянутыми висками, но с опускающимися на шею локонами, с грубыми чертами лица. У нее был свой друг, врач скорой помощи. За общим столом я его ни разу не видела. Анна Евгеньевна с Ирой сидели на одном конце очень длинного стола, а Лева с Анной Андреевной на другом. Анна Евгеньевна молча прокидывала в рот полную рюмку водки и только изредка подавала своим низким прокуренным голосом реплику, как ножом отрежет. В один из вечеров за чаем Анна Андреевна рассказала, как Лева беседовал на бульваре с проституткой. Он ее не нанимал, добавила она неестественным голосом. Лева дополнил рассказ Анны Андреевны, уточняя какую-то примечательную фразу к проститутке. «А за такие слова вам дадут десять лет». Раздался мрачный голос Анны Евгеньевны с другого конца стола. В другой раз по какому-то поводу говорили о бездельниках. Анна Евгеньевна вдруг извлекла, не знаю, кто здесь дармоеды. Лева и Анна Андреевна сразу выпрямились. Несколько минут я не видела ничего, кроме этих двух гордых и обиженных фигур, как будто связанных невидимой нитью. Пунин, познакомившись со мной, удивлялся. «Я думал, вы мадам Рекамье, а вы тихая». Потом предложил, «Выпьем за Эммину тишину». В одно из моих посещений прибежал очень оживленный Лукницкий. Все были возбуждены, потому что в газетах уже появились огромные полосы, заполненные обвинениями в адрес партийной организации. Их читали, обсуждали и делали вид, что ничего это нас не касается, а вось пронесет мимо. Может быть, уже начались процессы, не помню точно. Это был январь-февраль 1937-го. Лукницкий острил, что он вне подозрений совершенно ортодоксален. Пунин тоже шутя возразил. А вот я сейчас докажу, вскричал Лукницкий и бросился в переднюю. Он вытащил из своего портфеля том сочинения Ленина и торжествующе принес в столовую. Только что получил по подписке. Обед еще не был готов, все сидели, где попало. Анна Андреевна в углу, на диванчике. Лукницкий сказал, я написал роман, который никто не будет читать. Лёва не хотел от него отставать и заявил, что он написал рассказ, который никто не будет читать. Даже Пунин вступил в это смешное соревнование и указал на одну из своих статей, которую тоже никто не будет читать. Тогда из угла раздался звучный мелодичный голос Анны Андреевны, а меня будут читать. Подали обед, и Николай Николаевич угрожающе рычал, ему казалось, что Лукницкий и Лёва брали из блюда слишком большие куски Жаркова. Павлик, Лёва. Мне удалось сразу взять с ним правильный тон. Зная о его невероятной скупости, я поняла, что его надо как-то ошеломить, и в ответ на приглашение к обеду и на вопрос что приготовить, я заказала роскошные по тому времени блюда, в том числе свиную отбивную. Он был в восторге. А когда званый обед состоялся, первое, что он изрек было, а Лёва уехал в Царское. Ну что ж, будем обедать без Лёвы? На третий был заказан компот, но Ира опоздала и не принесла его вовремя. Мы пили его уже после окончания обеда, опять сев за стол. Николай Николаевич грозно покрикивал, Ира! Девочка молчала, поджав губы. Очевидно, этому обеду предшествовал домашний скандал. Не потому ли Лёва уехал в Царское? Экспансивный, со своим тиком и хозяйственными дрязгами Николай Николаевич ни на кого не был похож. Он часто сиживал за столом в красном халате и раскладывал пасьянс. А то запирался в кабинете, выходил проглотить стакан чая, приговаривал, как хорошо мне пишется, уже целый лист накатал. Анна Андреевна переводила ему из французских и английских книг по искусству. Она и сама с большим интересом их читала. Она очень любила Валю, соседского сына дворнички. Демонстрировала мне, как они читают хором Золотого Петушка. Так же, как, читая Данте три года тому назад с Осипом Эмильевичем, она умеряла свой восторг, стесняясь увлечения стихом. Вид, смущенный Ахматовой, очень трогал меня. Анна Андреевна охотно переводила мне французские выписки из архивов. Если я заставала на фонтанке Лёву, он всегда уходил вместе со мной. В общем, он был в развинченном состоянии. Подвыпив, скандировав за столом, в Петербурге мы сойдемся снова, в черном бархате январской ночи, в бархате всемирной пустоты. Анна Андреевна послала его к Лидии Якрине Гинсбург за пятьюдесятью рублями, взаймы, конечно. Мы вышли вместе через двор на Литейной. Он только что не плакал от стихов, нервов и водки. Мрачно было. А Лена Осмеркина мне рассказывала в Москве, как весело она только что встречалась здесь Новый год, про пивные на Васильевском острове, куда отправилась в компанию художников, и все было легко, блестяще, остроумно. Неужели в Ленинграде есть нормальная жизнь? Для меня этот город был окрашен фонтанным домом. Впрочем, бывший Шереметьевский дворец в ту пору никто, ни сама Ахматова, так не называл. Остановилась я у моей двоюродной сестры, лет на 25 старше меня, у родной сестры эсера Льва Яковлевича. Она жила с мужем и двумя дочками-студентками в холодной просторной петербургской квартире в большом доходном доме на Греческом проспекте, сметенном с лица земли во время войны. Муж по виду типичные русские ученые и земские врач одновременно. Как у всех ленинградцев, их квартира была прекрасно обставлена дворцовой мебелью, продававшейся по дешевке в комиссионных магазинах. А в книжных шкафах комплекты современника и отечественных записок, традиции дореволюционного петербургского студенчества. Моя кузина, врач-общественник, предостерегала меня от черносотенства Львы. Он ничего этого не замечал, приходя несколько раз ко мне в эту чистую квартиру идейных разночинцев. Анну Андреевну положили ненадолго в Абуховскую больницу для обследования по поводу щитовидки. Я ее навестила однажды вместе с Левой. Ждала своей очереди пройти за барьер, где был прием посетителей, и видела, как Лева нежно льнул к матери, жалел ее, видя в этом больничном желто-буром халате. К ней пришла еще и жена Энгельгарта, блестящего литературоведа и философа. Это был единственный раз, когда я ее видела. Она мне понравилась изяществом фигуры, чистотой черт лица и взгляда. Лева называл Энгельгартов лучшими людьми России. Они оба умерли в блокаду. Они состояли в каком-то родстве с Гаршиным, патологоанатомом, давним почитателем поэзии Ахматовой. Если не ошибаюсь, он познакомился с Анной Андреевной именно тогда, в больнице, навестив ее под предлогом устройства консультации со знаменитым эндокринологом Барановым. Может быть, это было и не совсем так, но какая-то связь между пребыванием Анны Андреевны в больнице и ее первыми встречами с Гаршиным была. Я привела Леву к Рудаковым, моим воронежским знакомым, друзьям Мандельштамов. Теперь Рудаков опять жил с женой в студенческой комнатке коммунальной квартиры на Колокольной улице в Ленинграде. Сергей Борисович и Лева целый вечер читали стихи, щеголяли знанием Сумарокова, читая его наизусть вслух, обсуждали русский XVIII век. Мы засиделись очень поздно. Когда вышли, Лева меня благодарил за это знакомство. Я отошел, говорил он, а то в университете я совсем заскучал без стихов. Пройдя несколько шагов, Лева заявил, вот вы пойдете по Чернышеву мосту и выйдете на фонтанку. Я опять переехала к своим друзьям, жившим близ Аничкова дворца, так как мои родственники не успели меня прописать и очень боялись моих ночевок. Шел второй час ночи, я плохо ориентировалась на улице вообще, а ночью тем более трусила, да еще в чужом городе. Я ужасно рассердилась и, поругавшись с Левой, пошла в указанном направлении в душе рабея. Он стал меня догонять и громко звать. Какой-то пьяный, проходя мимо, сказал мне одобрительно, так и вот так. Но, вглядевшись безбородое лицо бегущего Левы, его меховую шапку, смахивающую на капор и хлопающую по коленям дурацкую куртку, воскликнул, да это же не мужчина, а баба какая-то. Лева отрезал, а ты халуй. Тот сразу замолчал, совершенно обескураженный. Я это запомнила, взяла себе на вооружение и испробовала после войны. Когда пьяный дворник грозился меня убить, я обозвала его точно так же, как Лева, подействовала безотказно. Махнув рукой на трамвай, которым он надеялся еще успеть добраться до Коломны, Лева довел меня до дому. Ворота были закрыты. В подъезд нельзя было проникнуть, дворник в тулупе подозрительно нас оглядывал, допрашивал, куда я иду, а ведь я и там не была прописана. Наконец, дворник пропустил меня, Лева ушел, но на мои звонки очень долго никто не откликался. Когда соседи впустили меня в квартиру, я быстро проскользнула в комнату и улеглась на диване, а за портьерой моя хозяйка жеманничала со своим мужем. Я думала, это ягодка проклятой. Ее муж товарищ моего детства. В эти дни часто выступал на пушкинских музыкальных вечерах. У него был замечательно хорошо подвешен язык, он обладал абсолютной памятью, легко сыпал именами и цитатами, зная всегда, что именно нужно говорить сегодня. В музыку он был влюблен и хорошо ее знал. Он обладал обаянием внешнекультурного начитанного человека и, владея иностранными языками, часто принимал заграничных гастролеров. Рассказывая о беседе в артистической со знаменитым французским дирижером, он мимоходом вспомнил такую сценку. Подошел к ним один из администраторов филармонии. Как только он удалился, дирижер, понимающий взглянул на моего приятеля и спросил по-французски «Это полицейский агент?» Подобные отступления от бодрой, заученной повседневной речи советского лектора произносились тихим голосом, будто человек очнулся от наваждения. Мой преуспевающий приятель рассказал о рабочем стахановце, которого послали с делегацией за границу. Он был поражен материальным благополучием рабочих в капиталистических странах. Вернувшись домой, он запил и кричал в пьяных слезах «Обманули!» «Обманули!» И уж совсем тихо мой приятель коснулся особенностей нашей сегодняшней работы. Вот мы все рассказываем на лекциях, как высочайший цензор мешал Пушкину писать, а у нас что делают с писателями, разве не то же самое? Но такие мысли наплывали и исчезали, вернее, их старательно гнали от себя. Моя мать, совершенно не приспособленная к грубости и жестокости советской жизни, все же благословляла ее за отсутствие антисемитизма. Она не могла забыть о нанесенной ей обиде при окончании гимназии в девяностых годах. Вместо золотой дали серебряную медаль из-за того, что она еврейка. Держа за свое достоинство советской гражданки, она не замечала нелепости нашего быта. Взрослые дети, загрудившиеся в родительской квартире, пытались вести самостоятельное хозяйство каждой в своем углу. Привычным взглядом мама наблюдала, как мой старший брат, 35-летний инженер, принимал в своей единственной комнате уважаемого гостя. Спавший тут же ребенок заплакал, жена тщетно его успокаивала, брат выбегал с чайником на коммунальную кухню и, выслушав там ехидные замечания соседки и чувствуя за спиной косые взгляды, возвращался к своему гостю, стараясь сохранить улыбку на лице. Глядя на эту напряженную и жалкую был бы несколько раз за границей, совершенствовался бы в своем деле, дома имел бы свою квартиру, где жил бы, как полагается, уважаемому главе семьи. И уж совсем робко она высказалась после одного выдающегося события в нашей музыкальной жизни. По каким-то политическим соображениям в консерватории два раза прозвучали запрещенные колокола Рахманинова и страсти по Матфею Баха. Мы слушали страсти. Уже дома мама как-то робко сказала, как теперь звучат эти слова. И предаст брат брата на смерть и отец сына. И восстанут дети на родителей. И умертвят их. Особенное впечатление произвела на нее сцена предательства Петра, когда он, осознав свое падение, вышед вон, плакал горько. Отец мой вообще говорил себя как член ЦК, то есть не позволял себе никогда даже дома критиковать советскую власть или толковать о членах правительства, которых ему приходилось лечить. Он только жалел их, замечая, как они одиноки, боялись друг друга. Он одобрял реконструкцию Москвы, радуясь расширению проезжей части, ведь он ездил на машине. Я, как уже говорилось, с ума сходила от бесформенности новых площадей, а Смеркин, пожимая плечами, говорил насмешливо «Харьков». Лева не сравнивал древности обоих городов, но заметил, мало ли в России пустырей. Я предупредил его, что у нас за столом нельзя так говорить, и когда папа спросил его за чаем, как ему понравилась новая Москва, он ответил нейтрально, так, как я его научила, просторно. Это было очень дурно с моей стороны, потому что я позволила Леве относиться со снисходительным неуважением к моей семье. Он даже заметил, что в нашем доме чувствуется какая-то пустота. «У нас хоть черти водятся», сравнивал он «наш щепок с их фонтанкой». Это было несправедливо и очень ненаблюдательно. В нашем семействе было достаточно своих чертей, своих ангелов-хранителей, обид и слез раскаяния, жестоких ссор и трогательных примирений. Папе рассказали, что один из думающих еврейских молодых людей, знакомый еще по Двинску, где я родилась, живет теперь в Москве, устроен. Но вот пристрастился к вину, просто-таки пьет. И неожиданно папа сказал тем тихим голосом, это его хорошо характеризует, значит, неудовлетворен. А когда мой старший брат получил наконец две комнаты в общей квартире служащих метростроя, и невестка Надя рассказывала, как хорошо они ладят с новыми соседями, и как те хвалят нашего восьмилетнего Сережу за то, что он уже выносит мусорное ведро и всегда тушит свет в уборный, папа вздохнул. Ужас, какое мещанство. Через десять лет та же Надя была ошеломлена вспышкой антисемитизма в той же квартире, в эпоху так называемой борьбы с космополитизмом. В тридцатые годы, несмотря на то, что тридцать седьмой год так жестоко ударил по евреям коммунистам, в быту антисемитизм формально был еще изгоняем. Один случай заставил меня задуматься обо всем этом. Придя к Лене, я застала у нее поэта Ваню Приблудного, который недавно вернулся из Астраханской высылки. С собой он привел приятеля, сына известного экономиста Туган Барановского. Он жил в буржуазной Латвии. Почему оказался в Советском Союзе, не знаю. Я шутливо спрашивала, вы гонимые? Оба отрицали это и даже обижались. Туган Барановский рассказывал о своей жизни в Риге. Он был женат на еврейке. На взморье были разные пляжи, для евреев и христиан. Он шокировал родню своей жены, показываясь на еврейском участке, а она выглядела белой вороной на христианском. Туган рассказывал об этом, смеясь, а мне казалось, что я слушаю какие-то сказки о доисторических временах. А ведь я могла не удивляться, когда в лето 1914 года мы тоже жили на Рижском взморье, в Дубельне, рядом с Марингофом. А владелец этой территории запрещал селиться там евреям. Однако с началом Первой мировой войны черта оседлости в России была отменена. Но вернемся в Ленинград. Февраль 1937 года. Я пришла к Леве в гости полюбоваться его холостяцкой комнатой. На стене портрет Гумилева, принадлежащий Акселю, его же противная грязная кровать. Лева спал на полу на медвежьей шкуре, уверяя, что каждый день она вытряхивается во дворе сомнительно. В ящике комода валялись две заржавевшие вилки и такой же нож. Аксель отсутствовал. Я с ним столкнулась в коридоре, уже уходя. Больше года два спустя, разбирая чей-то архив, я натолкнулась на дореволюционную открытку от Клюева, на которой поэт указал свой петербургский обратный адрес. Это была та же квартира Посадовой. Мой приход туда совпал с днем столетия гибели Пушкина. Только в Москве я узнала, что Анна Андреевна провела его в полном одиночестве. Вечером на фонтанку пришла Анни Киева и застал ее одну дома, очень грустную. Я узнала об этом у Осмеркиных и горько сожалела, что не навестила ее в тот вечер, вместо того, чтобы проводить время с Левой в его гадкой комнате. От поездки в Ленинград у меня остались смутные, но очень насыщенные воспоминания. Там все было другое, чем в Москве, начиная от низких ступенек трамвайных вагонов и ровной линии рельсов на плоской, как будто вдавленной в землю мостовой. Высокие и широкие окна с ровными переплетами рам, большие холодные квартиры ленинградцев с перегороженными комнатами, каменные полы и голландские печи в архиве, помещавшемся в бывшем здании Сената, сквозняки в домах и на площадях, метание под ленинградским ветром и вьюгой на Исаакиевской площади, втискивание себя на Невском в трамвай, пустеющий по мере приближения к мальцевскому рынку, чувство зверского голода из-за полного отсутствия столовых в городе, какая-то тоска на фонтанке, недовольство Левой. Еще из Ленинграда я писала Лене, ты для меня самый интересный человек, Лева живет здесь очень обыденно, с Анной Андреевной иногда не знаю о чем говорить. И вместе с тем постоянное чувство удачной работы в архивах в низком первом этаже публичной библиотеки, где еще царствовал старенький хранитель, знаменитый Бычков, называвший меня госпожа Герштейн, а ведь господ теперь нет, в Пушкинском доме, где в одной картотеке Модзолевского можно было найти кладезь сведений о персоналии Пушкинской и Лермонтовской эпохи. И, наконец, толстенные папки с рисунками Гагарина в русском музее. И все не зря. Каждое обращение к материалу давало чувство роста, потому что это была нетронутая целина. И так весело было приходить к Эйхенбауму и встречать у него живой интерес и поощрение. Глава одиннадцатая. Вернувшись в Москву, я продолжала прежний, так увлекший меня образ жизни. Архивы, рукописный отдел библиотеки имени Ленина, литературный музей. Однако вскоре я лишилась благоволения Бонч Брюевича. Что же произошло? Я уже говорила, что в музее я работала в отделе комплектования. Через наши руки проходили материалы, предлагаемые музею для приобретения. И вот как раз через меня стали поступать рукописи Сергея Антоновича Клычкова. Приходили они частями. Проданы были также и некоторые письма к нему у знаменитых и именитых людей, в частности письмо от Ворошилова. Но все это приносил не сам Клычков, а поэт Пимен-Карпов. Очень расположенная к Клычкову, я пришла к нему спросить, поручал ли он Пимену-Карпову продавать свои рукописи. Мое известие произвело ошеломляющее впечатление. Оказывается, нищенствующий и бродяжничающий Пимен-Карпов постоянно ночевал у Клычковых и стелили ему на сундуке, где хранились рукописи. Вот он оттуда и таскал у краткой бумаги Клычкова и понемногу продавал их в музей. Только что восклицал Клычков, я собирался пойти в Красную Новь и говорить там о дружбе и доверии, необходимых в нашей писательской среде. Теперь не пойду. Тогда-то и выяснилось, что Клычковы слегка уязвлены исчезновением Левы. Сергей Антонович как-то неуверенно спросил меня, правда ли, что Лева Гумилев в Москве. Пимен-Карпов утверждал, что видел его в читальном зале Ленинской библиотеке. Клычков облегченно вздохнул, узнав, что это недоразумение. Лева, как мы знаем, не приезжал из Ленинграда. Но не удосужился известить о своем восстановлении в Ленинградском университете не только меня, но и Клычковых. Хорош был, однако, и сам Клычков. Он пошел в литературный музей и устроил там грандиозный скандал. Это он сделал, не согласовав со мной, и, очевидно, открыл источник своей информации. Бонч Бруевич и воспитанные им секретарши поняли, что в моем лице они получили сотрудника, не умеющего хранить ведомственные тайны или, если угодно, секрет фирмы. Впрочем, может быть, до Бонча дошло, что я была причастна к делу Мандельштама. Когда мне сказали, что музей не располагает более средствами, чтобы заключить со мной договор на следующий квартал, я настойчиво стала добиваться приема у директора. Но в течение месяца, кроме «Владимир Дмитриевич занят» или «Что еще хуже, подождите», а после трех часов ожидания «Владимир Дмитриевич уже уезжает», ничего не добилось. Я поняла, что моя карьера в этом учреждении оборвалась навсегда. Зато в Ленинской библиотеке мои дела пока шли хорошо. Там у меня была более интересная работа, чем в музее. Так я почти целый год занималась разборкой и описанием огромного фонда Елагиных. Хозяйка знаменитого московского литературного и политического салона Авдотья Петровна Елагина была окружена многочисленным семейством. Старшие ее сыновья от первого брака братья Иван и Петр Васильевич Киреевский, как известно, вожди славянофильства и остальные дети от второго брака студента Елагина и младшей дочи Лиля постоянно переписывались. Особенно часто молодежь писала отцу в деревню, подробно рассказывая, кто был у них в очередное воскресенье, кто, что и как говорил, о чем спорили. Так я прониклась духом московской духовной жизни сороковых годов прошлого века, представляя себе обстановку этих собраний в живых красках. Но до того, как я надолго погрузилась в атмосферу московских интеллектуальных споров, мне поручали для обработки другие фонды меньшего объема. Среди них была коробка, может быть, отколовшаяся от Большого архива историка Соловьева. В ней были его незавершенные рукописи и переписка. Вероятно, эту коробку никто до меня еще не открывал, потому что письма. Одно от Некрасова, другое от Льва Толстого. В Ленинской библиотеке установился обычай предоставлять право первой публикации тому, кто нашел неизданный документ. Это право кажется мне неразумным. Во-первых, никакой заслуги нет в том, что без всякого предварительного труда мне, например, посчастливилось первой протянуть руку и вынуть из коробки драгоценные письма. Во-вторых, чтобы комментировать письмо Некрасова о печатании в современнике статьи Соловьева или запрос Льва Николаевича Толстого о некоторых подробностях царствования Петра I надо досконально знать предмет. А стоит ли погружаться в специальную литературу ради одной эпизодической публикации? Обычно неспециалисты отделываются общими местами, списанными из уже напечатанных работ. Эта перспектива меня не увлекала, и я, к удивлению окружающих, отказалась от публикации письма Толстого, а за письмо Некрасова взялась. Ну и тут оказалось, что без квалифицированной помощи мне не справиться с этой задачей. Я попросил Евгения Яковлевича хотя бы оснастить мой комментарий словами из обязательного марксистского лексикона, но он тоже не был силен в этом жанре. Однако с легкостью надиктовал мне какие-то общие фразы, но они были так поверхностны, так мало вскрывали сущность дела, что в полном отчаянии я поехала к Николаю Ивановичу Харджиеву. Мне уже давно хотелось встречаться с ним не только у Надежды Яковлевны, где он всегда приветствовал меня очень дружелюбно. Однажды я даже попросила Леву прийти ко мне вместе с ним. Это было уже поздней осенью, очевидно, 1936 года. Оба приехали в летних полотняных туфлях за неимением другой обуви. Тем не менее, они были очень веселы. Теперь, спустя полгода, я поехала к Харджиеву в Мариену Рощу показывать ему наметку комментария или вступительной статьи к публикации неизвестного письма Некрасова. Он просмотрел ее и стал сдавать вопросы. Как вообще проходили в Некрасовском современнике исторические статьи? Часто ли печатался такой материал? Что представляла собой статья Соловьева, о которой шла речь в письме? Была ли она напечатана и когда? Почти ни на один из этих вопросов я не могла ответить. Уберите с моего стола этот вздор, сказал Николай Иванович в заключении. Программа работы для подготовки публикации была им начертана. Да и вообще приоткрылась дверь в мир исследовательской работы, совершенно незнакомой публицистам, пропагандистам и авторам исторических романов. Я стала работать в читальном зале Ленинки. По мере накопления нужных данных приезжала советоваться с Николаем Ивановичем. В один из таких приездов я и встретилась с бежавшими от шпиков Мандельштамами. Оказалось, что в специальных трудах, посвященных Некрасовскому журналу, вопросам русской истории уделялось еще очень мало внимания. В конце концов, у меня была готова статья «Русская история» в современнике Некрасова, которая заканчивалась новонайденным письмом. Когда она была напечатана, Евгений Яковлевич отозвался о ней скептически, само письмо было загнано в конец статьи. Да, она была сделана не по журналистке, но зато новый материал был правильно осмыслен. Николай Иванович стал для меня самым необходимым человеком. Я терпела его капризы и причуды, знала, как с ним обходиться, и была вознаграждена общением с образованнейшим человеком оригинального ума, уже много сделавшим в литературе и влюбленным в свою работу. Он тогда готовил своего неизданного Хлебникова. Это требовало каких-то сверхспособностей, тонкого текстологического анализа и наития, бешеного трудолюбия и окрыленного натиска. Приближалась шестидесятая годовщина со дня смерти Некрасова. Николай Иванович посоветовал мне снести мою статью в журнал «тридцать дней». «Безусловно, напечатают», утверждал он, «так оно и вышло». Статья появилась в первом номере журнала за 1938 год. Не дожидаясь его выхода, я поехала сразу после Нового года в Ленинград работать в архивах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...